Субтитры сделал DimaTorzok 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 Д PigTorzok Д ad allows lots of легко Заразить такой Небольшой �orie Попытый DimaTorzok свет в этом случае на полу спорами наверное высотой то есть то есть смотрите то есть такой и он тяжелый он весит килограмма два но как бы в длину становится достаточно напряженным я не знаю я еще сделаю видос на лайв канал про этот набор но могу вам сразу сказать набор дебильный сам сам фан-кластик очень классная штука мне дико нравится в него залипать вот такую фигню я собрал из маленького наборчика который я разбирал видео про письма вот сам фан-кластик прикольный но вот этот набор со световым мечом он просто дебильный нафига это надо то есть нафига мне вот такой такая гигантская елда что я буду с ней делать скажите мне и тем более если это типа дарит ребенку она огромная она тяжелая ребенок не сможет с ней играть она будет выше ребенка по росту что он будет с ней делать я не знаю очень странно еще в наборе не было никакой инструкции по сборке была только ссылка на youtube видео где типа чувак собирает его и по видео вообще ничего не понятно как это надо делать я уронил и сломал ту фиговину которую я собрал ладно ну да вану не запихнешь шуточки у нас здесь пошли кактус какой-то ну да это световой кактус как вы могли увидеть у меня в инстаграмчике у тебя реальная фамилия командор ну конечно я хотел рассказать о видео которое я сейчас начал делать ну точнее которое я закончил сегодня и которая сегодня вечером выйдет я его как раз сейчас поставлю заливаться чтобы чтобы не париться уж вот да да но у меня не готова пока превьюшка да и собственно видео я еще не проверял проблема в том что я не знаю почему мне так тяжело далось это видео ну давайте я наверно заспойлерю сколько у вас здесь 160 человек всего давайте я вам заспойлерю это видео будет про we bear bears то есть вся правда о медведях и это не мультреволюция то есть я очень хотел сделать видео про медведей но такой я не могу сделать мультреволюцию потому что мне нечего сказать о мультфильме он он классный типа все можете посмотреть его потому что он классный но больше нечего добавить просто хороший мультфильм но у меня был материал который я мог бы рассказать людям поэтому я просто решил сделать видос типа с фактами о мультфильме и да ну ну не знаю видос и видос фактически то есть многие я как раз еще спрашивал у друзей типа как как лучше но все равно решил сделать видос с фактами потому что это абсолютно та же информация что была бы в моем видео например если бы я сделал мультреволюцию по медведям но просто я его решил немножечко по другому подать вот и как же я задолбался делать это видео вот в чем проблема потому что окей окей я долго писал этот текст но ну ладно не просто был лень очень трудно было собрать инфу но это все это все фигня но я начал я записал звук значит мне нужно было записать небольшой отрывочек на камеру и я начал снимать и там буквально два предложения но я никак не мог их сказать я не понимаю в чем была проблема предложение два код полез код полез в коробку пацаны код в коробку полез до него дошло наконец то ну ладно хе 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 э потому что я не знаю я вот делал эти обзоры на аниме и эээ я там вообще ну гигантские монологи выучивал выдавал и было ну не так сложно было то есть вообще не было проблемой для меня здесь два предложения как же я задолбался их записывать ну ладно Заснял, такой, окей, сажусь монтировать Начинаю монтировать, понимаю, что, во-первых, запорол звук на этом видео Во-вторых, оговорился аж два раза за два предложения Блин, надо переснимать Ну, окей, отложил все, сажусь сегодня с утра монтировать Сделал звук, начал монтировать Оказывается, что большая часть, ну, точнее, половина файлов, во-первых, в Вегас не видит И при этом каждые полчаса я что-то новое беру, и оно почему-то в Вегасе не работает И я не понимаю, в чем проблема Я перекачиваю мультфильм, я перекачиваю заново картинки Что-то постоянно лагает, Вегас все время вылетает Не знаю, что за запары Окей, окей, каким-то хером я это все смонтировал в итоге И не знаю, там не то, чтобы был сложный монтаж Ролик не то, чтобы длинный, но так это долго все и медленно шло Надо переснять видео Начинаю переснимать Окей, сказал фразу быстро, нормально, без проблем Заснял Кладу, ну, скидываю на комп Надо звук почистить Открываю, значит, программу для звука Аудишн Там открывается тот файл Основной звуковой файл на видосе Внезапно моргает свет И, конечно же, звуковой файл на видосе куда-то пропадает Целиком, весь Я просто... ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа звук. Весь целиком для всего ролика. Я просто умирал. Ох, не знаю. И я еле-еле успел вот прям перед стримом зарендерить, и все. Он вроде бы сейчас готов. Надо сделать превьюшку, и теперь... Че? Ну, после стрима выложу видео. Вот. Надеюсь, вам понравится. Вы обязательно поставите лоис, и обязательно расскажете. Друзья, мне кажется, видео очень позитивное вышло. Такое оно доброе, приятное, и, естественно, про хороший мультфильм. Да, чувак пишет, ад. Бывает такое, зато есть че рассказать. Ну, не знаю. Я бы предпочел, чтобы у меня не было этой истории, но видос вышел бы без таких проблем. Потому что просто вообще ад. Редко бывает вот так вот, что все идет не так. Вот вообще все идет не так. Ужасно. Да. Вот. Я не знаю. Это, наверное, единственная история, которая у меня была. Короче, я обращаю внимание на чатик. Матвей Леонов. Я окончил четверть на пятерке. Красава вообще. Но не матерись в общественном месте, чувак. Вы вот сейчас сидите здесь в чатике, и такие... Не понимаете, что вы сидите в общественном месте, и орете сейчас на весь зал. Представьте, что вы сидите в зале, где сидит 200 человек. Примерно в кинотеатре. На фильм, на который пришло кучу людей, и вы начинаете орать матом. Я думаю, не очень на вас будут смотреть, поэтому вы с этим поосторожнее. Вот потом на хитбокс приходите. Там можно материться, да. Но здесь... Здесь у нас приличная аудитория. Сколько ты уже на хитбоксе? Ну... Пфф... Стримов шесть я там провел, кажется. На последнем стриме фалача было 400 человек, пацаны. Так что на твич я не поеду больше. В одном из выпусков мультблога ты вставил фрагмент из мультсериала Захватчик Зим. Расскажи в двух словах свое мнение о нем, пожалуйста. Офигенный мультфильм. Он... Он криповый, страшный и сумасшедший. Я его очень люблю. И... Обязательно у него будет мультреволюция. Когда-нибудь! Когда я... Разражусь! На самом деле, Захватчик Зим очень показательный мультфильм. Потому что он шел в 2002 году. И вы будете смеяться, но в Америке до сих пор продается в открытую в магазинах мерчендайз по нему. Ну, то есть, понятно, не в каждых, но в магазинах, где вот всякая... Всякие гиковские прибамбасы и там кошельки с суперменами обязательно, обязательно будет став захватчиком Зимом. Вот. Я это видел лично. Меня, к сожалению... Я, к сожалению, так ничего и не купил. Я просто там был со знакомой, с подругой. И она, короче, купил себе майку, даже две, с обоими принтами по Захватчику Зиму. И я такой, ну блин! Ну, я тогда не буду себе покупать. Ну, как бы, зачем? У тебя уже такая есть, зачем мне такая еще? И не стал покупать. Зато я купил тогда майку с... Во все тяжкие. Я урвал классную, а ей осталось паршивое. Кот-скотина! Как я отношусь к МЛП? Я не смотрел. Я смотрел две серии, и по двум сериям мультфильм производит впечатление обычного детского мультика. Я... Не знаю, может быть, надо дальше смотреть, и тогда проникнешься в какой-нибудь волшебной атмосферу, или тебе мозги промоют. Одно из двух, но явно не так быстро. Ты будешь рад, если будешь участвовать в одном комиксе? Если только это будет хороший комикс. Задержка примерно одна-две минуты. Да, да. На хитбоксе задержки практически нет, так что это довольно-таки шокирует. Нет, я не был на Готэме, меня не позвали. Я недостаточно популярен. Да, пацаны, короче, я должен одну вещь сказать. В описании есть ссылочка, если вы захотите мне задонатить что-нибудь. В описании есть ссылочка, и там все очень удобно можно сделать. И ваше сообщение появится на экране, да. Я просто-просто хочу вам сказать об этом. Что на Ютубе? Я хочу пообщаться со своей аудиторией, конкретно вот, вот прям с аудиторией моей на Ютубе. Я знаю, что она отличается достаточно от аудитории на хитбоксах и твичах. Наруто смотрел серии 300 Волчицу и пряности. Нет, волчи... Да, Волчица и пряности. Почему и Специя? Не смотрел. Доктора Кто смотрел, но как только там появился Мэтт Смит, смотреть стало невозможно. Жаль, Сыендук забил на озвучку Зима. Ну да, жаль. Насколько я знаю, нет толкового перевода всего мультсериала. Вот прям до конца. Я помню, какие-то чуваки озвучили достаточно неплохо первый сезон, но в какой-то момент забили. А Сыендук? Ну, блин, Сыендук тоже бизнесмен. Перевел, мало людей посмотрел, а решил, что невыгодно. Так что... Ну, это тяжелый труд переводить, достаточно тяжелый труд, так что... На хитбоксе можно смотреть записи стримов? Можно. Почему тебе так нравится Flash? Мне не нравится Flash. Я не знаю, если это была какая-то... с какой-то сарказм, то... не знаю. Можешь подробнее об Undertale? Ну, я уже много раз, чувак, говорил. Undertale — это такая игра, которая нравится девочкам очень сильно, ну, потому что такие персонажи и такой юмор. Но Undertale, как игра, очень круто делает некоторые вещи. Причем, так, как это не может сделать Кодзима со своими... ну, как должен делать Кодзима, как он делал в первых трех Metal Gear Solid, знаете, когда игра вот просто издевается над тобой, и когда там какие-то шуточки, отсылочки такие, что-то тебя просто мозг рвет. И как это должна делать, ну, может быть, и Bethesda, может быть, как Square Enix Final Fantasy. Настолько это действительно гениальная ролевая игра с гениальным сюжетом и кинцо. Главное, это же фактически это мультик. Игра это мультик. Telltale не могут свои кинцовые игры вытянуть на таком уровне, как Undertale это сделал. Хотя у Undertale даже визуальный состав представляющий практически нет. Какое для тебя лучшее аниме? Бэк. Привет, слушаю на работе. Смотри, зима в украинской озвучке. Ха. Привет, слушаю на работе. Смотри, зима в украинской озвучке. Новохудоносор Сатен прислал. Спасибо, огромное, чувак. Я думаю, мы сегодня обойдемся без мыльных пузырей, чтобы кота не бесить лишний раз, но я все слушаю и комментирую. Да, самое смешное, что есть полный украинский дубляж захватчика зима. Это удивительно. Я не знаю, почему. Почему в России его решили никогда не показывать по Никелодину или даже по ТНТ, а в Украине, ну, в смысле, ну да, в Украине показывали. Это удивительно, но что поделать? Мне надо бы оформить немножечко стримчик, чтобы это нормально все выглядело. так, Так. 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 Ээээ, а где эта штучка? Блин, нафиг ли ты не меняешься? Блин, какие глупые, отстойные тут цвета. Я же не знаю, какой-нибудь попроще. Давай вот такой вот. О! Вообще не сходится, ну да ладно. Ээээ. Сойдет. Так, еще кое-что надо сделать. Сейчас, пацаны, сейчас я продолжу отвечать на ваши безумные вопросы. Эээээээ, где эти шрифты? Как тяжко с цветами, да? Блин, да где, я хочу просто найти тот же самый цвет, который был там, но я не могу его найти. Сук, где же ты? Вернись, цвет. Ладно, пусть будет так. Чё там у нас? Достаточно всрато выглядит стрим, ну да ладно. Ева, топчик же! О чём ты? Надеюсь, ты не про Евангелион? Какие люди не в Голливуде? Привет, здорово, Prados 1193. Так, как думаешь, что такое гамонкул? Ну, чувак, ну не начинай вот это вот, ну что вы, в самом деле, а? Нормально же общались, а вы тут опять про своё. Гамонкулы, блин. Какие-то. Все уже сошлись на мнение, что это фейк. И я уверен, очень многие даже попробовали сделать своего гамонкула, и у них ничего не вышло. И всё равно продолжаются, продолжаются эти разговоры. Ааа, как же гамонкул? Мама, подари мне гамонкула на день рождения. О-о-о-о-о. Я зайду на твою страницу ВК, и не дай бог, я не увижу там твоего парня. ФС, какие планы на лета? Э-э-э-э. Так, окей, чувак, щас. Ща-ж-ж-ж-ж-жа всё оформлю, чтобы было красиво и приятно смотреть. Ой, спасибо, спасибо, Мардыкаевич. Так, окей. Щас. Чё там накидали? Полтишок от Стержа. О, здоровый Стерж, чувак. Спасибо за call-out. Пользуюсь прям постоянно. Серегу в ухе носит либо геи, либо двачера. Я зайду на твою страницу ВК, и не дай бог, я не увижу там твоего парня. Ха-ха-ха. Какие планы на лето? Планы на лето? Не сдохнуть, наверное, от голода и продолжать пилить видосы. Я надеюсь... Кот начал беситься. Вот. Надеюсь, надеюсь, повеселюсь хотя бы. Съезжу обязательно домой. Ну, имеется в виду в Тамбов. И на велике поеду в поход, короче. На несколько дней хотя бы, чтобы жить в лесу. Вот прям там, где природы вообще нет даже близко. Ой, господи, природы. Где нет городов даже близко. Как тебе новая серия Regular Show? Объясни, что за фигня с гомункулами? Люблю тебя. Спасибо, Василий Мордекаевич, за три сатена. Вообще, братуха уважуха. Фигня с гомункулами? Там какая-то дебильная история. Чувак залил видео на YouTube. Где, короче, он в яйцо запихал свою сперму. И потом в определенный момент начал вскрывать это яйцо. А там какой-то червь, короче, вылез. И червь стрельнул в него, не знаю, кровью, наверное. Фиг знает. И он его убил, короче. Вообще, гомункул это, по сути... Как же это объяснить? Привет, Кома. Меньше, чем три. По сути своей, гомункул... Короче говоря, это клон. Мы вот на стримах долго думали, пришли к выводу, что это клон, но созданный буквально вот в домашних условиях. Из камней и палок, как говорится. Вот. Соответственно, это такой уродец-склон человека. Типа такого. Так это считается. И чувак вот сделал с помощью своей ДНК какого-то червя. Конечно, говорят фейк, но как бы трудно сказать. Интересно. Трудно сказать... Мне просто в WebMoney здесь какое-то сообщение прислало дебильное. Не суть. Трудно сказать. Говорят фейк. Люди пробовали, у них не получилось. Значит, наверное, фейк. Но как бы я не исключаю в ситуации, что у него яйцо тупо загнило, короче. Тем более, сами понимаете, что он туда добавил. И там какой-нибудь черв вырос, не знаю, личинка какая-то гигантская. Просто потому что органика, и она загнила там. Но фиг знает, что это такое. Новая серия регуляр шоу очень классная. Мне очень нравится. Какие я смотрел. Пару каких-то про чили была последняя серия. Мне очень понравилось. Они вот как отказываются от этой фигни с Маргарет. Все становится сразу лучше. Сразу и сюжет у них нормальный появляется. И все вообще прикольно. И вообще не о чем. Не к чему придраться просто. На самом-то деле. Но я много серий пропустил. И... Обязательно нагоню. Вот тут, например... А, нет. Про Свинью Бенсона я смотрел серию. Про друзей смотрел. Вот пропустил. Про безумный фальшивый план. У меня просто здесь Майшоус открыт. Здесь все серии, которые я пропустил. Ну и элемент разокинул 224 рубля. Привет, Комес. Здорово. Чувак, чё как? На стримы-то не заходишь. Чё ты ко мне? Ну хотя бы здесь посидишь. Сперма с белком в реакцию связалась и затвердела. Типа хз. Знаете, как еще есть... Есть такая история, что ты можешь прийти типа в корейский ресторан или в китайский. Я не помню точно. И... И заказать, короче... Этого... Такую... Ну эту фигню с щупальцами я забыл. Осьминога... Осьминожку, короче, заказать. Тебе приносит осьминожку мертвую. Но типа если ты его польешь горячим соусом, он начинает, короче, долбиться, биться, бить щупальцами по тарелке. И это тупо происходит потому, что у него от тепла начинают мышцы сжиматься. И поэтому он дергается. Может, это что-то такое было. Знаешь? Он достал из яйца эту фигню. А она вдруг из-за смененной территории что-то у него внутри взорвалось. Она долбанула там кислотой в него. Я не знаю, у него разъел руй. Я не знаю! Но давайте опустим вопрос с Гомунклом, потому что он довольно дебильный. Тебе нравится фильм и комикс Скотт Пилигрим против всех? А если нет, то почему? Фильм божественный! Фильм очень люблю. Прям, прям, фильм очень крутой. Мне прям очень нравится этот фильм. Комикс? Ну я комиксы мало читаю. Я читал что-то один, что ли, Том. Ну как бы прикольно. Но нечего больше даже. Даже добавить нечего. Ну я просто не фанат комиксов. Вы и сами это знаете. Сделаю сейчас подлиннее штучку. О, вот так зашибись. Прощай, Commander. Ну, прощай, Давид. Что ты с собой решил покончить? Что делать, если тебе нравится девушка, а ты ей как друг? Но, как говорят классики, надо себе отрастить усики пропуск в трутики, чувак. Понимаешь? Понимаешь? Ни одна девушка не может устоять перед девственными усиками. Так, погодите. Сейчас надо, надо забанить чувака. Так, как мне костюм паука? Хотел бы лучше. Костюм паука да сойдет, наверное. Но ему бы глубины цвета добавить, знаете? Здравствуй, Хома. Как тебе Ливари Биарс? И какое твое любимое аниме? По-моему, уже оба вопроса этих сегодня были на стриме, но... Окей, я к тебе сейчас вернусь. Я забыл, о чем я говорил. Я забыл, о чем я говорил, так что да. че там у нас? Как мне Вы Бирберс офигенно и сегодня выйдет по нему видео? Мое любимое аниму back, наверное. Если мы говорим о сериальных аниме. Я же знаю, что ты спрашиваешь про сериальное аниме. Бэк. Бэк очень прикольный. Про чувака, который решил стать музыкантом. Точнее, про подростка, который не знал, не мог найти свое... Ну, то есть он подросток, он еще не нашел свое, как бы, место в мире. И это история про то, как он его, собственно, нашел. И нашел себе новых друзей, и, в общем-то, стал человеком. Можно так прям сказать, выразиться. Смотрел «Одиссея» 2001 года. Ты имеешь в виду... 2001 «Космическая Одиссея» Стэнли Кубрика. Если я это имеешь в виду, смотрел. Классный фильм. Многие говорят, что он унылый, но я с ними не согласен. Ты знаешь кей-поп? Ты имеешь в виду корейскую попсу? Ну, типа, да. Но я ее не очень люблю, но мне очень нравится ставить ее на обзор аниме. Так что, да. Нет, «Токийского гуля» не смотрел. Уже по названию, как бы... Пожалуйста, нет! Остановитесь! Твой любимый мультсериал. «Сертически в камеру показываешь. Дэн, а какие конвенты планируешь попасть этим летом?» Старкон. А я не знаю, какие еще конвенты. Если мои товарищи разродятся, и мы организуем свой конвент, то, возможно, на него. Но летом, насколько я помню, будет Старкон из крупных. Если разве что еще куда-нибудь позовут. В... По-моему, в конце мая где-то там должен быть Безаркон опять в Рязани. И я туда хочу обязательно съездить. Хотя бы для того, чтобы к Вадиму сгонять, к совету Ваду которой, и с ним потусить. Но заодно, естественно, на конвент зайти. Потому что в прошлом году там было мило. Там было прикольно. Плюс Рязань очень классный город. Мне там нравится. Я бы еще погулял там нормально. А то я приехал в прошлый раз, и мы такие, это, че, че, с автобуса сошел, пошли, пошли бухать. А потом на конвент, а потом бухать. А потом на конвент, а потом бухать. Я такой, че, может по городу погуляем? А, хотя ладно, тут у нас PlayStation 4. Call of Duty Advanced Warfare. Алкоголь. Че, нам еще надо правильно весь? Ну да ладно. Я не знаю, если летом будут еще конвенты. Да и вообще, если конвенты будут в Питере, и меня на них позовут, я обязательно приду. Надо на аниме конвент попасть, на самом деле. Знаете, такой, как черный кардинал туда прийти такой. И че, у вас тут аниме? Ммм, какие симпатичные девушки. Безарконфишка. А ты похож на корейца из попсы. Ну, слушай. Луч... Снимать вторую мультреволюцию на вселенную Стивена. Лучше бы уж о чем обзывали. Я не знаю, потому что корейцы, они такие все маленькие, щуплые, смазливые. Как-то мне не нравится. Вторую мультреволюцию на вселенную Стивена... Во-первых, спасибо за полтос, чувак. Тут ничего, кто больше никто не скидывал. А, вторую мультреволюцию на вселенную Стивена... Не планирую пока, но ролик по вселенной Стивена хочу сделать, да. Спасибо за полтос, Андрей Охман. И Алена тоже. Ммм, Алена. Ммм, Алена. Люблю эту шоколадку. Видосы по Стивену планирую еще делать. Я пока думаю, что конкретно. Я потому что ток-ток закончил видос про медведей. И по Стивену я думаю, что я могу сделать. Либо сделать как раз видос с фактами еще. Потому что в обзоре Стивена я не очень много этого всего касался. Насчет мультреволюции не знаю. Но пока, я думаю, будем ждать следующего Стивен Бомба. Он пройдет, а там, я думаю, будет уже как бы материал для каких-нибудь видосов. Самый-самый философский фильм. Я не знаю, я давно забил такие фильмы смотреть. Знаешь, просто пока тебе 14, 16, может быть даже 18, ты смотришь их. Как умно, я научился жизни. А потом тебе 24, и ты такой, господи, мне 24. Я уже всю философию для себя сам выработал. Мне не нужны эти философские фильмы. Что это за чушь? Хватит мне это впаривать. Я знаю жизнь. Вы что, совсем? А так... Да, черт его знает, на самом деле. Автостопом по галактике, конечно же. Ну что вы, о чем вы спрашиваете меня? Автостопом по галактике. Письма. Письма. Скажи про письма. Письма это тема. Нету нифига писем. Чего вы мне письма не пишете? Я ходил сегодня, забирал посылку от родителей с пирогом. Да, родители прислали мне пирог. А где ваши письма? Где ваши письма? В описании есть адрес. Ну что, вам сложно хотя бы письмо написать? Я же не выпрашиваю вас, типа, пришлите мне посылку с ништяками. Но хотя бы письмо-то написали бы. Ну что вам, впадлу что ли? О, Алена Жуля. Хей, здорово. Как дела? Как у тебя вообще там все? Когда в Питер-то приедешь, а? А че, мы это... Пойдем это? Ладно. Зеленую милю, да, конечно, смотрел. Отличный фильм. Как и Форест Гамп. Как и, я не знаю, Побег из Шоушенка. Один плюс один тоже отличный фильм. Вот, кстати, история-то. Мы... Приехал Рерос, Илья Пучков, наш товарищ к нам. И мы... Такие собрались, ну пойдем пивка попьем. И мы пошли, короче, в магазин разливного пива. И самое смешное, что там тетка, которая сидела, она на ноуте смотрела как раз этот фильм один плюс один. Вот, было очень смешно. Там как раз был момент, когда они травой упарывались и что-то плясали, что ли. Я не помню, но было очень смешно. Мне 13, не могу отправлять письма. Да ладно, с родителями можешь. Смотрел аниме «Хвост феи»? Нет, не смотрел. А разве это не вот эта вот натянутая фигня, типа... Я забыл, о чем я говорил. Ладно, пох, я реально забыл уже, о чем я говорил. Чувак меня отвлек. А, да, женщина это смотрела один плюс один, но не суть. Пучков, это наш друг Пучков, это не тот Пучков, о котором вы подумали. А Алена Жуля, она просто на прошлом Старконе подходила. И вот я ее запомнил, не знаю, она... Это Алена. Запомнилась мне. Что вы еще от меня хотите? Советую мультфильм, чтобы девушку развести. Недавно ходил с ней на Зверополис, но после него она мне не дала. Короче, короче, я пасту прочитал. Ну, во-первых, спасибо за полтос, Верет. Короче, я прочитал пасту очень смешную. Но суть в том, что, смотрите, берете девушку на Зверополис. Ну, я не знаю, но не обязательно там самую-самую красивую выбирать. Но чем красивее, тем лучше. Чем, знаете, тем она более... Чем она более зазнавшаяся, чем она более... Такая пафосная, знаете, такая с золотым айфоном и всем таким из богатой семьи. Окей, я к тебе вернусь сейчас, чувак. Я вот это вот просто должен сказать. Короче, короче, берете на Зверополис подругу. Идете... И надо вести себя очень, то есть прям такой... Эй, красавица, цветы ей подарить, все такое. Там в кинотеатре поп-корн обез... Все, что она захочет. Просто все, что она захочет. И вы уже заходите, значит, в кино с ней уже под ручку. Все замечательно. Как только мульт начинается, ты сразу приобнимаешь. Знаете, вот в кинотеатрах там почти во всех залах можно ручку вот эту вот убрать между креслами. Ты убираешь ручку сразу, на нее свою руку кладешь. Вообще мужик просто! Альфач! Но как только мультфильм начинается, ты становишься все холоднее к ней. Со временем, там, через полчаса мульта, ты уже убираешь руку, не обнимаешь ее. Сидишь со стеклянным взглядом, смотришь мультфильм. Блин, хотел 15 рубашек, как задано. 50-50 минут. Окей. Ты становишься все холоднее к ней, холоднее, убираешь руку. Когда мультфильм заканчивается, ты просто со стеклянным взглядом такой безразличный выходишь. Достаешь сигареты, но при этом еще лучше, если ты до этого ей говорил, что не куришь. Достаешь сигареты, начинаешь курить. Потом со стеклянным взглядом говоришь, извини, но ты никогда не будешь так хороша, как Джуди из Верополиса. И уходишь молча. Это просто был бы топчик. Это было бы лучшее, лучшее, что можно вообще, может мужчина сделать в жизни по отношению к женщине. Вот так вот надо. Да, просто я очень хочу, чтобы кто-нибудь так сделал и снял бы это на видео. А потом сказать, it's just a prank, бро! Но на самом деле нет, надо унизить ее. Так, что мне? Кто-то там донатил, дайте гляну. А, да, мультфильм, чтобы развести девушку на секс. Я не знаю, чувак. Если она достаточно веселая, то... Но если она анимешница, то бери какое-нибудь романтичное аниме, чтобы там еще вампиры были. И они влюблялись в друг друга, и там были гаремники или типа того. Но если она просто угарная, веселая, то что-нибудь из классического Далцвыма вон захват... А, нет. Ну, захватчик Зимы тоже можно, он просто не из-за Далцвыма. Какого-нибудь... Команду фастфуд какую-нибудь, я не знаю. У меня работало. Я не знаю, как бы. Зависит от девушки, но у меня работало. Гоу на Серафиму с анализом и отсылками. А вообще было бы приятно увидеть мультреволюцию на Клэрнса. Василий Мордекайевич. Еще полтинничек. Спасибо, чувак. Опять же... Ну, я не знаю, что гону на Серафиму с анализом и отсылками. Я уже делал обзор на Серафиму с оптимистом. Мы поугарали. Вот. Какие-то анализы, отсылки делать я не хочу. Я очень хочу сделать ролик, знаете, про что? Вот про эту чушь. Про, типа, дети против волшебников, если вы видели. Какое-то там, короче, церковная чушь. И при этом, знаете, по сравнению с тем, Серафима выглядит как адекватный, крутой, взрослый мультик. Просто вообще, просто шедевр. Пиксар! Уровень Пиксар! Это такая дичь. Нагуглите, дети против волшебников. Ой, да, да, дети против волшебников. Посмотрите. Это полный ад. Это вообще невозможно. Как вообще кто-то был согласен приложить к этому руку? Я не знаю. Надо будет про это сделать ролик обязательно. Вообще было бы приятно увидеть мультреволюцию на Клэренса. Вот знаешь, с Клэренсом та же самая история, что и с мишками. Это классный, позитивный мультфильм. Мне он безумно нравится. Даже больше и мишек, и вообще всех таких, и регуляр шоу. Я просто угораю с него. Но про него нечего рассказывать. Вот как бы. Не знаю. Я подумаю, что можно с этим делать. Но про Клэренса что-нибудь когда-нибудь будет. Но вряд ли мультреволюция. Денис из СПБ. Надеюсь, не оптимистер. Хотел 15 рубасиков задонатить, а тут 50 минимум. Хе-хе-хе. Ну, извини, чувак. Кстати, я мог бы вывесить обычные кошельки. Типа... Да ладно, запарно. Команда смотрел. Монстр? Да. Да, аниму. Очень выделяется на фоне остального. Так как не содержит аниму станка. А? Да. Нет, чувак. Монстр не смотрел, к сожалению. Ну, ты знаешь, я... Вот я много раз говорил, что после 2010-го я не видел ничего нормального. Я не знаю, был ли Монстр после 2010-го. Но если был, то из-за этого я его не смотрел. Да и вообще, насколько я помню, Монстр вроде как полнометражка, нет? Ну, короче, я про него много хорошего слышал. Не знаю, если когда-нибудь мне захочется посмотреть аниму, я его посмотрю. Нет, Монстр 2000... Нет, это не тот Монстр. Это тоже не тот Монстр. И это тоже не тот Монстр. А вот, Монстр 2004-2005. Ну, не смотрел. Нет, вот это даже странно, что я пропустил. Но, видимо, тогда он просто не был популярен. Когда все смотрели аниму. 2004-2005 я как раз бэк смотрел там Гансы и вот это вот все. Такое аниме мимо меня почему-то прошло. Так, что еще? Я ничего не пропустил. Спасибо за полтишок Cryo1 или как, я не знаю, твой ник читается. Сделай погромче звук доната Плазам. Ау, вам же он не идет вообще. Сорян, сорян. Мой фейл. Вы же его слышали из колонок. Аниме было ошибкой. Ну, да. Монстр на каникулах. Да, смотрел обе счастья. У меня есть даже обзор на второе. Какая твоя любимая игруля. Чувак, сложно. Но, ты знаешь, я в столько игр переиграл, что выбрать одну уже сложно. Какую-нибудь одну. Знаете, будет у меня вот 100 тысяч подписчиков. Я сделаю какое-нибудь видео чисто про себя. Типа 10 моих любимых игр. Или 10 моих любимых мультфильмов. Или фильмов. Что-нибудь такое. Призрак в доспехах. Да, смотрел. Где большая красная кнопка. Внизу есть ссылочка просто. Для того, кто хочет задонатить. Пара Норман. Да, смотрел. Довольно классный мультфильм. Я его, кстати, ставил в топ хоррор мультиков. Ну, ладно. А нравится ли мне время приключений? Спрашивает Максим Парнишка. У моего знакомого, заядлого программиста, возникла забавная проблема. Он уже не может получать удовольствие от игр. Так как вместо живого персонажа и его мотивов видит скрипты, которые им правляют. Бывало такое? Что посоветуешь? Да, такое бывало. Мне это достаточно знакомо. Ну, как бы я тоже очень много видеоигр анализировал. И со временем я тоже пришел к такому, что ты видишь просто скрипты. Ты видишь писателя, который придумывает женского персонажа для того, чтобы вставить туда женского персонажа. А не для того, чтобы там был персонаж. Ну, ты знаешь, в большинстве случаев, ну, с этим ничего не поделать. Просто ты играешь для игрового процесса, например. И ты не обращаешь внимания на сюжет, ты не обращаешь внимания на скрипты. Ты просто, ну, бегаешь. Прикольно, ну и прикольно. Но это касается большей части ААА индустрии. Вроде вот всяких Хитманов, вон Лары Крофт, что там еще выходит. Но, но к счастью, все-таки время от времени просхакивают такие вот крутые игры. В которых граница размывается. Вот это вот видение. То есть, как же сказать-то. В которых, когда игру создают, ее создают. Не создают, типа, так, у нас в игре будет, значит, 20 уровней. Будет 3 главных персонажа. Ага, 10 второстепенных персонажей. Список оружия. Ага, будет апгрейд и прокачивка. За убийство зоми тебе будет даваться 50 опыта. Ага, для прокачивания уровня, там, тысячи опыта на каждый уровень. Вот так вот они делают большую часть игр. Но бывают игры, типа, Last of Us. Которые, которые хотят рассказать тебе историю. Которые хотят передать тебе историю. В которых все делается для того, чтобы передать тебе определенные эмоции. Или что-то вот. Или настроение определенное передать. И для того, чтобы передать это настроение. Они готовы жертвовать многими другими вещами. Они... Или же... Ну вот, Last of Us, он идеален тем, что они умудрились одновременно передать настроение. Передать крутую историю. И при этом сделать нормальную игру. И они умудрились как-то вот... Как-то объединить эти вещи. Как геймплей, левел дизайн. И объединить это с сюжетом. Поэтому Last of Us, я считаю, как бы, единственный шедевр на PlayStation 3. Так что, ладно. Как вот Зверополис был. Зверополис был мультфильмом, в котором они хотели рассказать эту историю. Передать определенные мысли. И им это удалось. Сердечко. Не успела заскринить. Да и делай отлично. В Питер летом. Буду опять искать на стендю ГФ. Алена, только для тебя. А, не успела заскринить. Дела отлично. Давай, давай, приезжай. Поступай в универ. Я вытащу тебя гулять, Алена. Признавайся, с какими ютуберами общее... А, да, да, да. Сердечко. Да, Алена, спасибо за полт... Ты можешь, понимаешь, ты можешь мне в личку написать. Просто необязательно донять. Ну что же, ну что же ты так... Твой любимый мультсериал, который вышел сравнительно недавно? Ну, я не знаю. Я бы сказал, Клэренс. Но, с другой стороны, у Клэренса и у Медведя идет уже второй сезон. А там Рик и у Морти всего два сезона. Ну, я бы сказал, Клэренс. Клэренс офигенный. Запись стрима будет? Да, на лайв-канале будет. Было ли тебе жалко Билла СГФ, когда он умер? Да нет. Ну, слушай, это же Билл. Они очень постарались сделать Билла действительно страшным для зрителя. Действительно таким опасным. И когда ты уже был, несмотря ни на что, ты был абсолютно солидарен с героями, что Билл должен умереть. Билл должен умереть. Любимый писатель... Мне не жалко, зато голодать не будешь летом. Ну ладно. Любимый писатель... Джек Лондон, наверное. Ответь на мой вопрос. Пожалуйста, мне просто ждать или нет? Максим, парнишка, какой вопрос-то? Что ждать? Друзья, суперученый еще не смотрел. Тетрадь смерти смотрел. Веришь ли ты в то, что выйдет игра Star Wars Imperial команда? Да. Вроде как официально объявили. Нет же? Ну какая-то инфа проскакивала очень четкая. Что будет она? Никогда не стримим на ютубе, когда ты сделаешь видос по моему фанфу. Да доктор Шульц, иди нафиг! Ты еще сюда пришел доставать меня? Сделаю я видос по твоему фанфу. Блин, я не знаю, я не хочу тебя банить. Вот, временно исключить из обсуждения. Задолбал. Будет видос по твоему фанфу. Что ты пристал? К черту мультреволюция на второй сезон Это тупое самоповторение Сколько еще будет По времени идти эфир Ну час еще точно будет А там посмотрим Посоветую что-нибудь Грустненькое Маленький принц Я практически давил Слезы на маленьком принце Я вот признаюсь Я правда пьяный был Но я давил слезы Было очень трогательно Не делай ФНАФ говно Не чувак это доктор Шульц Он написал фанфик про меня короче А я сказал что зачитаю фанфик И выложу видео на лайв канал И типа я это сделаю Но доктор Шульц прекрати спрашивать Дамблдор ТВ Тебя все видят Ты что забыл Ты же отдал Мантию Невидимку Гарри Поттеру Ты что Что больше всего понравилось Зверополис Город Вот именно сам Зверополис Очень прикольно сделали Любимый город Не знаю чувак Наверное Питер Просто знаешь В большинстве случаев Когда ты по России идешь Ты спиной чувствуешь Что тебя Долбанут Не знаю Битый по затылку И отберут все что у тебя есть И ты идешь знаешь Телефоном по улице И осматриваешься Нет ли рядом Каких-нибудь подозрительных алкашей Которые сейчас Могут на тебя напасть Или Запалить Ага у него телефон Дорогой Надо его ограбить В большинстве городов России Такое у тебя ощущение В Питере такого ощущения нет Поэтому мне здесь нравится В любое время Я могу выйти И быть уверенным Что никто никогда Даже алкаши Понимаешь Алкаши Которые не стоят на ногах Просто и такие Они подходят Извините пожалуйста Вас не найдется Мелочи на бухло Ну ты не можешь ему отказать Ты не можешь ему отказать Он честен с тобой Он вежлив с тобой Почему ты будешь ему отказывать Передод няшка Ну так Нет не очень Лапис Лузули Только Только Лапис Лузули Няшка Аметист секс Ну да ладно Death Note классный Но До смерти Эль Когда вот пришли Какие-то его преемники Чушь стала по-моему Джим Джармуш Божественен Наверное мой любимый режиссер Он и Эдгар Райт Наверное Я вот реально Ну да Джим Джармуш Единственный режиссер Которого я реально задрачивал То есть я посмотрел Все его фильмы Включая даже Какие-то его Студенческие Когда у него не было Бюджетов Джим Джармуш Был единственным режиссером Которого я действительно Задрочил все фильмы Включая какие-то фильмы Которые он снимал На домашнюю камеру Без актеров С друзьями И даже он мне понравился Вот называется Отпуск без конца Естественно Вот последний его фильм Выживут только любовники Просто Предел контроля Я не очень понял Но Джим Джармуш Могет создавать настроение И снимать красивое кино С классным саундтреком И Ночь на земле На самом деле Ночь на земле По-моему Ну то есть он классный Но я не люблю фильмы Где вот набор историй Я люблю большие Интересные истории Поэтому Ночь на земле Мне кажется Мне меньше все понравилось Кофе и сигареты Тоже набор небольших историй Но это скорее скетчи Знаешь Типа каждая Каждая забавная Сама по себе А мой любимый У него По-моему Более странно Чем в раю Вот это вот Самый атмосферный Просто фильм Самый странный Но самый атмосферный Прям С самым четким настроением Не знаю Так что да Джармуш Божественен Так Что там чувак написал Ред Меркьюри Еще полтишок Спасибо дружище Сделаешь мультреволюцию На мультсериалы 90-х Нулевых Например Годзилла Папирус И на кого из папиных дочек Ты дрочил Я не смотрел Папиных дочек Поэтому Не на кого В принципе Не знаю Что за мультфильм Давай я прямо сейчас загуглю А насчет Мультреволюции На мультфильмы нулевых Я не знаю Я Как бы сейчас В таком Знаешь Творческом поиске Чего делать с мультреволюцией Потому что Мне не интересно Больше Знаете Брать мультфильмы Такой Рассказывать Просто всю инфу о нем Мне проще Делать вот Топ 10 фактов О мультфильме И так как У большинства Мультфильмов Не очень интересная история Прикольно будет Взять реально Вот такой экшеновый Мультфильм с историей И попытаться Разобрать его Кто смотрел Наверное Мультреволюцию Экстрим Вы представляете О чем я Я не знаю Слушай В папинах дочках Здесь все какие-то Сратые Я даже Я Я бы ни на кого Из них не стал Фапать Так-то Тут вот на одной фотке А нет Я передумал На одной фотке Просто одна девушка Одета как Готесса И я подумал Что ок Это мне сойдет Но потом увидел Что она в уг В этих вот Так Что я хотел сказать Я забыл Я забыл Начать У меня память Как у золотой рыбки Понимаете Я вообще не помню О чем я говорил Минуту назад Этот чувак Меня отвлек Короче Да Что там он написал Смотрю тебя больше года Очень нравится Твое видео Продолжай В том же духе Спасибо большое Чувак Я на самом деле Вот именно для этого Запустил этот стрим Потому что я такое Открываю Комментарии Все на своем канале Новые И там Почти все комментарии Типа Сука Ублюдок Морду бы тебе набить Ну ты и да Он полный Полная чушь Автор дебил Я такой Ну блин Я старался вообще Я вообще В душу всю вложил А мне такое пишут Я поэтому запустил Как бы Диалог с аудиторией Реально Чтобы посмотреть Что там Есть еще люди Которым нравятся мои видосы Вообще Или все уже Все уже меня ненавидят Да Спасибо Какие консоли у меня имеются И как это относится к Nintendo Ну конкретно Сейчас у меня есть Плейстейшн 2 и Wii Еще я взял Плейстейшн 4 У чувака поиграть Но что-то Судя по всему Играть не во что Че я там Бладборн Господи Он еще более сложный Чем Дарк Соулс Я вообще Как бы Ну нафиг Я мне кажется Уже слишком стар Для этих игр Ордер 1886 Это просто Невозможно играть Господи Как можно было Это выпускать Я вообще не представляю Ну Они могли Просто сделать Кино на движке Двухчасовой Это было бы лучше А то иллюзия игры Да ну нафиг Так что да Плейстейшн сосет Как я отношусь к Nintendo И ее ключевым игровым сериям К Nintendo Отношусь божественно На самом деле В отличие от всяких Вот этих вот Плейстейшнов Nintendo В кои-то веки Делают игры Хорошие Игры на самом деле И Они работают В 1080p 60fps И не тормозят Ну в большинстве своем Если бы они Все время Не пытались Только выдумать Какой-нибудь Безумный Геймпад В виде планшета Или Вибратора Или что они еще делают Цены бы им просто Не было Но раздражает Ключевые игровые серии Я почти все обожаю Я Metroid Не очень понимаю Потому что Ты там убиваешь жуков И я каждый раз Когда играю Думаю что я Дезинсектор И меня это раздражает Но Mario Zelda Star Fox Я не знаю Что у них еще там В Пикмена не играл Все обожаю Безумно И вот хоть Пусть появится Хоть одна тварь Которая скажет Эээ 25 лет 30 лет Одну игру делают Эээ Хоть поиграй Или хоть раз Хоть в одну игру Нормальную От Nintendo Ждешь Mother Russia Blitz Да Очень жду Издатели Как они Devolver Я практически За каждой игрой Которую они издают Слежу Они только Годноту издают Да Бладб Чел Хочу чтобы ты Провел один выпуск Суси Хорошо Ты бы отлично Вписался И аудитория Прибавится Ну чувак Кто меня возьмет Эээ Проводить Зисис Хорошо Ну серьезно Я был бы не против Но скорее всего Вся аудитория Зисис Хорошо Сказала бы Что за дауну сюда Поставили Чувак Ну в этом не было необходимости Мы положим Что ты подаришь Всем людям счастье И накастуешь им Всем пошива ину Но при этом Если в своей жизни Коснешься их То умрешь То ты бы сделал это Что Вот тебе немного Спасибо чувак За 69 рублей 69 Да Как ты относишься К первому биошоку Первый биошок Классный Геймплей Ну он конечно Ну такое Но типа он же вышел Тоже там В 2006 В 2007 году Я не помню Простительно Окей Но он сюжетный И атмосферный И по сеттингу Безумно крутой Так что Первый биошок Зачет Как бы И просто Просто Я не знаю Чувак наверное Хотел меня подколоть Потому что Ну я известен тем Что я ненавижу Биошок инфинит Так что да Если предположим Что ты подаришь Всем людям Счастье И накастуешь Им пошива ину Но при этом Если в своей жизни Коснешься их То умрешь То ты бы сделал это Ну смотри Это получается Всем остальным Плюс А мне минус Не очень хорошо Так то Но с другой стороны Меня все будут любить Я буду популярен И известен Так что Мне тоже Определенный плюс Ну наверное Я бы это сделал Я все таки Люблю дарить добро Людям Так что Почему бы и нет Не такой уж Фатальный минус Знаешь на самом деле Никого не трогать Я и так выхожу Драться Два раза в неделю Из дома И то только в магазин Так что Не так уж и страшно Куплю себя Зато Потрясающую Секс-куклу И все будет нормально Как ты относишься К своей аудитории Да Я стараюсь Любить свою аудиторию Но Вы Наконец-то Ну вы Иногда раздражаете Несете чушь Так что Пожалуйста Не несите чушь Почему тебе не нравится Биошок Инфидет Потому что Понимаешь В 2007 году Биошок упрощался Ну как бы Деревянный Бессмысленный Геймплей Потом они В 2013 Выпускают Тот же самый Геймплей Который на уровне Постала 2 При этом Он еще не сбалансированный Ужасно При этом сюжет Ну просто Феноменальная чушь И при этом Эту игру Все любят Естественно Я ее ненавижу Ну Это Просто игра Которая показывает Что очень многие люди Глупые И это меня раздражает Ну реально Ну постарайтесь Хоть немножечко Анализировать Разобрать сюжет Биошок и Инфинет Но он же Он же Сам себе Противоречит Постоянно Привет, чувак Смотрел Последняя серия Adventure Time Как тебе? ПС Спасибо за творчество Я не могу Я обожаю Откивку просто Луис Спасибо За 150 рублей Братишка Как ты А, так Нет, сейчас Стоп Последняя серия Adventure Time Моя дружка Ебнутая Анимешница Которая считает Все аниме гавном Сидит на пикабу Говорит о себе В мужском роде Сама предложила Мне встречаться Что делать Последняя серия Adventure Time Божественная Вот Была Так Про что была серия Была серия Где Финн Засрял в подземелье И у него началось Какое-то безумное Духовное приключение Господи Какая офигенная серия Просто вообще При этом я Честно Не понял Как она в итоге Закончилась И как он выбрался Оттуда Но это было Было просто Супер интересно И была вторая серия Про Дудочку Она была Менее интересная Но все равно Достаточно прикольная Плюс Внезапно Финна засосала Эта лесная принцесса Или кто она Я не помню Кто она Не знаю Это было прикольно Моя девушка Моя девушка Сумасшедшая Анимешница Которая считает Все аниме говном Кстати спасибо Верит за полтишок Сидит на пикабу Говорит о себе В мужском роде Сама предложила Мне встречаться Что делать Чувак У нее Внезапный приступ Поэтому Пользуйся Пока можешь Включая мужика Короче И такой Подкатывай к ней И это Такой Мы встречаемся Уже два дня Может быть У меня родители ушли Может быть Ко мне зайдем И Чувак Анимешницы Они типа Развратные Типа Ты пользуйся Они намного Согласны Ты пользуйся Чувак Но только Гарри Поттер Или Властелин колец Ну Я в детстве Читал Гарри Поттера Так что Я его больше люблю Да Посмотри трейлер К новой серии Вселенной Стиви Я вообще не понимаю Зачем смотреть трейлеры К десятиминутным Мультфильмам Ну Это Чушь Выйдет Серия Посмотрю И все Ночишь Стринги Только Когда Моя девушка Меня попросит Анимешники Хуже Натуралов Феф Феф Найтс Фреддис Не люблю Вопрос По ГФ Как ты считаешь Все тайны были раскрыты Или нет Нет Даже Алекс Хирш В В каком городе РФ Больше обзорщиков Фильмов И мультов Правда Что в Москве Все лайки В ПБ Твоя последняя остановка Как там посылка С делдаками Кстати В ОКЕ Бесплатная доставка От 1500 рублей Можешь вообще Из дома не выходить Я опять забыл О чем я говорил А Все тайны были раскрыты Даже Алекс Хирш В Типа Документалке Between Pines Он сказал Ну он несколько секретов Вдруг раскрыл Ну типа На самом деле Толку уже нет Потому что сюжет Закончен И Искать какие-то Тайны И какие-то Пасхалки Которые мы еще не нашли Ну смысла нет Но они там есть еще Которые люди еще не нашли Так что Если кому-то Это еще интересно Он может продолжать искать Так Что там чувак написал Полтишок Еще от Стержа Спасибо В каком городе РФ Больше обзорщиков Фильмов и мультов Ну конечно же В СПБ Чувак здесь Вообще все Все топовые обзорщики Такие как Оптимистер И Сокол И Косимяка И И Акро все время приезжает Правда что в Москве Все лайки Я не знаю Что ты имеешь ввиду Но я бы предпочел Не касаться Москвы Даже С 69 метровой палкой СПБ Твоя последняя остановка Я не знаю Чувак Мне очень нравится Знаешь Все время что-то новое Выдумывать Куда-то Какую-то Обстановку Как-то обновлять Но Пока Мне в СПБ Больше всего нравится Например В Тамбур Возвращаться Я бы не хотел Как там посылка С дилдаками Все еще жду Кто обещал мне Коробку Дилдаков Я жду В ОК Бесплатная доставка От полутора тысяч рублей Можешь вообще Из дома не выходить Окей Я Намотаю Знаешь На ус Обязательно Когда я стану богат Когда я Перестану голодать Будучи обзорщиком Я Я воспользуюсь Этой Новый трейлер Мстителей Трейлер Очень скучный Я прям Трейлер Очень скучный И вот эта вот Фигня Когда Не помню Кто там пытается В Тони Старка Выстрелить Он что-то на часах Жмет И у него рука Вдруг Металлом Оползает Ну это так Убого выглядит Ну что вы делаете Ну не знаю Человек-паук Да сойдет В принципе Нормальный Человек-паук Стандартный Хороший Человек-паук Но как бы Хайп из ничего Люди создают Потому что он там будет Минуты полторы На весь фильм И толку от этого Не очень много Ты рисуешь Или рискуешь Кстати Я здесь Выпросил Графический планшетик Попользоваться Может если у меня Будет время И настроение Я попытаюсь Начать рисовать Это довольно сложно На самом деле Но прикольно На планшете Рисовать На компе Вот Не знаю Получится у меня Че или нет Пока По первому Впечатлению Очень сложно Мультреволюции Пандертейл Ой да Камон Это Глупо Микстер Ин зе Бокс Нет Такой канал Я не знаю Та зеленая штука На фоне Это отсылка На то известное Порно С шимейлом И собакой Нет Это всего лишь Мой световой меч Сколько раз Ты на день Смотришь Порно Ну Ну 2 14 Где-то так Ты казах Нет чувак Я не казах Ну Ну почему казах Ладно бы армянин Я что-то сломал По моему Ладно бы армянином Еще бы называли Но казах Лазурит Богиня Даешь Комплиментацию С ней Лазурит Богиня Даешь Комплиментацию С ней Окей Хорошо Ладно Почему бы и нет Фьюз Лазурит Объединяемся Срочно Погоди А какой понт Я понял Если бы ты сказал Это Лазурит Может быть Мы пойдем на свидание И все такое Не знаю Наверное Я слишком испорченный Без люди Которые говорят Что они мы говно Или там Какая-то игра говно У каждого Свои вкусы Зачем делать людям больно Ну типа Иначе В чем смысл жизни Заставлять других страдать Куда пропали Вечерние ламповые Стримы С тян твоей Да она работает Все время Некогда Азазинкрит Смотрел Как относишься Ужасно Надо Надо Чтобы палка Ставила на фоне Чтобы хоть как-то Заполнять фон Расскажи подробно Об Undertale Ну я уже говорил На этом стриме Undertale Очень крут тем Что он очень умно Сделал некоторые вещи Игровые Которые Другим геймдизайнерам Стоило бы сделать Мне пишут Чувак Я ведущий Скайп игры Кто хочет стать Миллионером И я хочу Предлаг... Господи Они реально считают Что я потяну? Я же Вообще Не знаю Вещей Какой Кто хочет Стать Миллионером Вы чё О господи Когда ты Сделаешь Мультреволюцию На самурае Джека Когда-нибудь Когда-нибудь Я дойду до этого Вопрос Как ты думаешь Что произошло С Блендином В финале Его не показали Да кто знает Ну судя по всему Алекс Кирш посчитал Что его история Больше не интересна Так что Наверное Не нужно Вторая часть Зверополиса Обязательно будет Даже не сомневаясь Чел Ты давно съехал От родителей Ну несколько лет Как уже Да Любишь ли ты Вопросы Обожаю Вопросы Знаешь Я вот не могу Начать разговор Сам по себе Поэтому предпочитаю Чтобы мне задавали Вопросы Чтобы я мог Что-нибудь Начать рассказывать Жизнь с Луи Видел Вот Не поверишь Но прямо Перед стримом Смотрел Мне короче Чувак такой Написал Типа можно купить Рекламу Лайк плюс коммент Я такой Да пох давай И он мне кидает Канал И оказывается Он перезаливает Короче Другие мультфильмы Просто Тупо Старые Я так Ну ладно Пох Потом так Открываю И что-то Залип В общем А у него на канале Там Инь-янь-ё Есть мультфильм Который я смотрел Мне очень нравился На джетиксе Что с Энди Вот Жизнь с Луи И я поэтому Перед стримом Ел такой Свой доширак Да С растворимым кофе И посмотрел Посмотрел Целую первую серию Жизнь с Луи Прикольный мультфильм Ламповый Привет Какая часть Из код Modern Warfare Тебе понравилась Больше всего Стали Call of Duty В целом Конвейером Естественно Первый Modern Warfare Лучше Третий Как бы Вообще Не играбелен Вообще Невозможно На него играть Да Так что Первый Ну да Естественно Call of Duty Конвейер Но типа Это такой Конвейер Который Я принимаю Типа Это качественный Конвейер Который При этом Ни на что Не претендует И мне норм Как чипсы Знаешь Ну кто скажет Что чипсы Это гениальное Блюдо Ну что плохого В чипсах Они вкусные Сколько девиц Сколько девиц В твоем гареме Фанаток Ноль Алена Жули Вон Только Мне больше Никто Не нужен Ты хочешь Умереть Думаю Нет Ты поставил Меня В трудное В трудное Я даже Теперь Сомневаюсь Может быть Я все таки Хочу Да вроде бы Кажется Нет Так что да Лучший сериал На Cartoon Network Adventure Time Блин Клэренс Может быть А может быть Рик и Морти Террарио Обожаю Чувак Задрачивал После каждого Дополнения Но я думаю С Террарио И все Они вроде как Вторую часть Сейчас Пилят Во всю Так что А что если Алмаз Идеальный фьюз Множество самоцветов ПС Спойлеры Зло Никаких трейлеров На Стивена Ну Да не Вряд ли Алмаз Это еще один Драгоценный камень Просто он самый крепкий Поэтому он самый важный Буско Спасибо за 70 рублей Да И никаких спойлеров И никакого Батхерта Моя фамилия Прозвучала здесь Чаще чем За 11 лет В школе Почему тебя Так не ценят Алена Никогда не пытайтесь Пить Из кружки носом Окей Ты педофил Нет Я Недавно Понял что Нет Всю жизнь Думал что Да Но потому что Нет Твое мнение О бойцовском Клубе Фильм Финчера Кажется Фильм Классный Книга Не очень На самом деле Я читал книгу Мне не понравилось Но фильм Классный Кем ты работаешь Видеоблогером Я Интертейнер Понимаешь Интертейнер Расскажи какую-нибудь Тру историю Из жизни Ну вот В общем И однажды я стал Видеоблогером Примерно Вся история Я не знаю Я не знаю У меня Мало что происходит В жизни Потому что Большая часть времени Я сижу дома И пилю видосы Фиг знает Как тебе новая серия Времени приключений Я уже говорил Офигенно По отчеству Зовут чаще У меня на киви Только 40 рублей Не могу задонатить Ну чувак Ну как бы И ладно Я могу добавить В описание Обычные кошельки И вы сможете Просто так туда Скидывать Но типа Если вам оно нужно Бернам Джимми Кар Джордж Карлин Знаешь их Если да То как они тебе Я вот как раз Недавно качнул Очень много Стендап комиков Чтобы как бы Заполнить пробелы Свои В знакомстве С комиками И у меня здесь есть Один концерт Луиса Сикея Который я пропустил Концерт Джеффа Росса Будется вместка Со скалетой Он словно Крестный отец С мультипликацией Он словно Нескатившийся Акер Мурмурмурмур Казахи Ван Лав У меня здесь Скаченный Билл Берр И так далее Я их вот смотрю Как бы да Знакомлюсь Ну как сказать Знакомлюсь Восполняя пробелы Что не видел Ну Билла Бера Я вообще не видел Я говорил в мультблоге Будет совместно Со скалетой Он словно Крестный отец Мультипликация Он словно Нескатившийся Акер Мурмурмур Казахи Ван Лав Да блин Скалета Он конечно Классный чувак Но он какой-то Запарный Он меня на стрим Звал однажды Я такой Окей Давай Нормально Когда Он такой Ну вот Вот тогда-то И я такой Окей За час До этого момента Я ему пишу Это что Будет стрим Он мне не отвечает И так он Мне и не ответил Потом пишет Через два дня Такой Ой Ну извини Не получилось Я такой Ладно Ладно Он говорит Это Ну давай еще раз Вот в такое время Я такой Окей Хорошо Я уже такой Раздраженный Хорошо И он опять Не пришел И я такой Окей Чувак Все Не пойдет Ну как бы так Дела не делаются То есть Я же специально Свои все дела Отменял Я сидел Ждал его Чтобы начать Эту трансляцию И все такое А он не пришел Дважды Ну это Слушай Я так дела Не делаю Если мы работаем Вместе То надо как бы Уважение друг к другу Иметь А не такое вот Так что Нафиг Как насчет Сделать гомункула На лайв канале Да ну Я лучше украду Опять идею Пиксель Дейл И заведу муравейник Как ты относишься К ностальгирующему критику Смотришь его Ну так Я иногда захожу Новые ролики заценить Но он уже Все менее и менее Актуальный Я считаю Как тебе Тим Фортрес И другие игры Валв Да нормально Я не знаю Они давно Ничего не делали Я жду Когда они Что-нибудь Новое Выпустят Half-Life 3 Там Знаете Но я на самом деле Больше Портал 3 Жду У меня Их любимая игра У меня Это Портал Так что Почему канал по мультфильмам Если ты такой Ярый геймер Да потому что Игровые ролики Не смотрят Потому что Ну вот так сложилось Что в России Чтобы Игровой ролик Смотрелся Надо быть Имбецилом И Делать дебильные Имбецильные ролики Про игры А я Так не могу Я пытаюсь Серьезно об играх Говорить И это меня раздражает Бонни Зе Бани Я вижу Что ты программист Но типа Я не знаю Го косплей На кого-то У Косимяки Вышли отличные Силки За Танна Я Хочу Быть Пиратом Это наверное Глупо звучит Но Если я наберу Денег То может быть К Старкону Я сделаю себе Крутой костюм Пирата Но Блин Это действительно Сложный костюм Я не хочу быть Гейским пиратом Как многие Я хочу быть Суровым пиратом Я для этого Месяц не буду бриться Специально Чтобы иметь Крутую щетину Я приду Было бы круто Но Костюм действительно Сложно То есть Его нельзя Типа Большую часть вещей Как многие Стандартные костюмы Купить там Типа в секонде Это Нелегко Форд Коппола Форд Коппола Крутой режиссер Но его Фильмы Слишком уж мутные Я как бы Их ценю Но они мне не очень нравятся Апокалипсис Сегодня еще Ок Крестный отец Я просто Первый посмотрел И я был Как же это было Скучно И при этом Непонятно Господи Ну я тогда Ну я тогда Юным был Может если сейчас Сяду Пересматривать По другому Взгляну Как бы на эти Фильмы Но В 16 лет Мне очень Не понравилось То есть Я ценю Какой он Красивый И Атмосферный Но блин Невозможно Можно же Просто Здравствуйте Господин Командор Оу Я уже Господин Не стукайте Пожалуйста Холопа Зрителя За то Что он Скучает По твичу Так Приходи на Хитбокс Чувак На хитбоксе Сейчас все Стримы Там все Вообще Отлично На что Собираешь Деньги Да я Просто Собираю Ну то есть На жизнь Понимаешь Я же Нищий Кто хочет Просто Постоянно Кто-то Хочет Кинуть Что-то Мне И я Это Вывесил Люди Кидают Здорово Если еще Раз Ссылочка В описании Чтобы задонатить Да Меч Из Фанкластика Я еще Раз вам Покажу Хотя Я могу Вам лучше Показать Свои Зодранные К фигам Пальцы Которые Я просто Себе Все Задрал Об эти Острые Углы Но Да Ты мог бы Аладдина Косплеить Ой нет Я слишком Уродливый Для него Как ты Относишься К тому Что тебя Смотрят Дети Черт Странно Звучит Да нормально То есть А почему Нет Что в этом Плохого Хотя Ты Смотрят Но Просто Они Должны Быть Готовы К тому Что У меня В основном Как бы Взрослый Канал То есть Взрослый Контент И Я Окей Я на канале Матом не ругаюсь Но типа На хитбоксе Ругаюсь И темы у меня Все время Взрослые И я все время Говорю про Лесбиянок Геев И Другие темы О которых Мы говорим И порно В общем Скажем так И стриптиз Расскажи Расскажи Про свою Самую Нелюбимую Франшизу Кино Игры Пофиг Assassin's Creed Я уже Сто раз Поднимал Ладно Я не так сильно Ненавижу Final Fantasy Как Assassin's Creed Финнес Ферп Нет К сожалению Не смотрю Когда-нибудь Посмотрю Мультреволюции На мульте От Nickelodeon Будет Обязательно На заквачка Зима Вот эти вот Робот-подросток Но это что-то Вообще Совсем старое И мало Интересное Дэнни Призрак Я не знаю О чем Так что да Косплей Козу Не Погоди Зазу Я думал Ты написал Козу И знаете Кто видел Это видео Про козу Кида Где чувак Играет И он играет Короче На козу Потрясающая песня Пранканье Оптимистора Это тот Конструктор Из видео Про письма Да Да Это он Мой говно Интернет Не может В хитбокс Так Ты как бы Ни при чем Но я типичный Зритель говноед Поэтому Во всем Виноват Ты Возвращайся На твич Какая разница На твиче Такое же Было все Ну Жди Когда Появится Выбор качества На хитбоксе Нормально будет Стримы по факторию Нет чувак Все Я завязал Хватит У меня Я Я чуть с собой Не покончил Пока я играл В факторию Стар дювели Это же просто Ад Ты че Чувак Ты моей смерти Хочешь Я же Просто Я Я Все Продам И Месяц Буду играть В факторию И потом Просто Повешаюсь Потому что У меня не будет денег И я не захочу Работать Потому что Я всю жизнь Играл в факторию Это невозможно Чел Кингсман Кингсман Мне не очень нравится Ну Я Я его не понял Реально Мне понравилось Сначала Фильм Ну типа Сойдет Но Когда он Превратился В эту Безумную Странную Шпионскую Комедию Я этого Вообще Не понял Чуваки Дайте Мне пожалуйста Минутку У меня Что-то Горло Пересохло Я пойду Себе Чайку Налью Я прям Вот сейчас Прям На 20 Секунд Отойду Поставлю чайник И ща Вернусь Пожалуйста Так Я снова Тут Последние Трансформеры По Десятибалльной Шкале Ты имеешь ввиду Четвертые Ну типа Не знаю Шесть Я поржал В принципе Так что Сойдет Разодранные пальцы Ну типа Не будет Видно На камере Но как бы Хотя вроде Видно Видите у меня Вот тут Красное Все Большой палец Красный Типа Кровь Ну когда ты Типа Повреждаешь Что-нибудь Кровь приливает И Становится Она красным Так что Тут если Присмотреться Я разодрал Руку Вообще До крови Какое у тебя мнение Об обзорах Антона Филинова И как тебе игра Remember Me Remember Me Отстой Вот прям Сразу тебе скажу Обзоры Антона Филинова Прикольные Достаточно В основном Так что Хорошо Но Антон Филинов Сам по себе Просто крутой чувак Деньги на косплей Алена Деньги на косплей Ой Ой Спасибо большое Очень мило Алена Ты бы трахнул Карина Стримершу Или ты сейчас Сейчас Наверное Считаешь Ее плохой Актрисой Даже она В постели Будет плохо Имитировать Оргазм Ну Слушай Если Это ее Реальный Персонаж То Ну Нахер Она же Сумасшедшая Истеричка Зачем Я бы не стал С ней общаться Вообще Так Ну Вроде бы Да Это персонаж Так что Скорее всего Не знаю Чувак Не знаю Я трогаю себя Под твои ролики Это нормально Да Абсолютно Было бы Чувак Странно Если бы ты Не трогал себя Под мои ролики А так Все нормально Ты хочешь Завести муравейник Потому что Муравейники Заводят тебя Аааа Да Да ладно Это прикольно Смотреть Как эти Мелкие Муравьишки Там ползают Что-то собирают Таскают из стороны В сторону Прикольно же Разве нет Мне кажется Здорово Ааа Star Wars Battlefront Renegade Squadron Я не играл Это та Которая на PSP А погоди А Elite Squadron Есть ли на PSP Я не играл Короче В эти части Чаек Добавишь Чего Нет У меня просто Апельсиновый чаек Зачем Что-то Добавлять Будешь еще делать Видео про Зверополис Да нет Слушай Двух Хватит И второе Уже Меньше Собрало Просмотров Так что Я хотел Сделать Видео С фактами По нему Интересными Ааа Но потом Обнаружил Что таких Уже есть Много На русском Ютубе И как бы В чем смысл Хотя Мое было бы Лучшим Я провел Исследование Небольшое Погуглил И нашел Намного Больше Фактов Чем Перечислялось У людей Которые Там Вот Обзор Антона Логвин Но Антон Логвин Давно С ума Сошел Он Как бы Все еще Хороший Аналитик Индустрии Хороший Журналист Мне нравится Его видео Знаете С поездками Куда Нибудь И все Такое Но Он Совершенно Не понимает Зачем Нужны Видеоигры Он Считает Что Видеоигры Должны Быть дорогим Развлечением Как кино И У Обычной Видеоигры Должен Бюджет Минимум Там В 20 Миллионов Долларов И все Такое И Она Должна Быть Кинцом Типа С Сильным Сюжетом Обязательно И так Далее Он 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 Не воспринимает Игры Как игры Вот В чем Проблема И Он Совсем Запутался В Проплаченных Обзорах Своих То есть Ну Я даже Не буду Спорить Что Возможно Далеко Не все Обзоры Его Проплачены И Сегодня И раньше Но Они Были У него Были Проплачены Обзоры Здесь Никто Тоже Не будет Спорить И Я думаю Он Сам Запутался Уже За Какой Обзор Ему Проплатили А Какую Дерьмовую Игру Он Действительно Считает Клевой Он Уже Сам Не Знает Мне Кажется Александр Думкин Ну Как Он Брал У меня Зачем Это Интервью Когда У него Было Что-то Там Тысяча Подписчиков Вот Это Было Два Года Назад Летом Ну Полтора Года Назад Считай Теперь У него Что-то Там Дофигища Подписчиков Я Вообще Не знаю Чем Он Занимается Татуировок Нет Я Знаете Я В руках Держу Просто Повязку На глаз У меня Чайник Скипел Ща Вернусь Скипел Продолжение следует Йоу-хоу, нелегальный контент! Эм, да. Йоу-хоу и бутылка чая. Так, Вася Васин тебе отвечал уже, не играл ни во что. Есть вражда с оптимистом или нет? Да нет, конечно, с чего мы будем враждевать-то? Мы же друзьяшки. Нужна будет помощь с переводом с украинского на русский. В захвачке зимы пиши, обращайся. Да нет, зачем, я на английском посмотрю. Кого ты больше всего смотришь на ютубе? Да я даже сейчас не могу сказать. Ну, много кого. Коридор Диджитал, вон. Мне очень нравится Коридор Диджитал. Если вы не знаете, они чуваки, которые снимают крутые короткометражки на всякие темы. Они начали снимать на лайв-канале блог. Как они снимают эти короткометражки, какие у них проблемы возникают, когда они делают блоги и так далее. Ой, делают спецэффекты. Мне очень нравится, прикольно делают. Плюс они каждый день делают по ролику, так что здорово. Не знаю, в последнее время Пайра Цинникала смотрю, например. Каждый день тоже у него есть ролик. Мне очень нравится. Смещно! Аллергия у меня на сладкое. Стрим сутками. Чуть больше часа стрима уже 2к рубасов. Да. Такое, знаешь. Сейчас 2к скинули. А завтра не скинут ничего. Кони и Стивен. Первая идеальная пара без лишних розовых соплей. Не знаю. Может быть. Я болен с Верополисом. Что делать? О, господи, чувак. Ну, ну. Найди девушку. Заставьте его покраситься в серый цвет. Купи ей полицейскую форму. А кролищие ушки такие, знаешь, в реальный размер. И все. Проблема будет решена, я думаю. САО нет. Но я знаю, что Локарайзен лучше. Что за фенечка. Кстати, фенечку мне тоже прислала одна подписчица. Это было давно, правда. До того, как я себе почту оформил. И до того вообще. Ну, у меня было намного меньше тогда подписчиков. Я его до сих пор ношу. Уже полтора года примерно, да. Так что, если вы умеете делать фенечки. Тканевые, нормальные. И не против отправить мне письмо. Присылайте фенечки. Я их люблю, буду носить. Актуальный вопрос. Считаешь ли ты уместным романтическую ливню Стивена и Кони? Ну, только если она будет не очень много времени занимать, знаешь. Я бы не хотел целой серии о том, как они гуляют по пляжу, обнимаются, романтические вещи, друг другу говорят. Кони, ты мне понравилась с первого взгляда, с того момента, как я был в пузыре. Кони, пожалуйста, будь моя ночь. О, Стивен, как можно? Ты же такой пухленький. Стивен, давай не будем. Мы слишком молоды. Мы не можем. Мы не можем. Стивен, наши родители враждают. У тебя вообще нет родителей. Стивен, ты инопланетянин. Мы не можем. Ну, Кони, ты же понимаешь. Мой флажок встает на тебя. Ну, Кони, ну давай, ну пожалуйста. Ну, короче, вы поняли. Я бы не хотел такого. Как бы всем понятно, что они нравятся друг другу, и как бы и фиг с ним. Бен и Эд не смотрел. В апреле выйдет новый сезон, Джоджо. Ждешь? Нет. Но я скажу тебе, Воруда! Ну, типа, я смотрел только что-то начало какого-то там первого сезона, и поэтому я не очень в курсе. Какой кон ты посетишь в будущем? Да питерский постараюсь все посетить. Так что. Урок, по которому пять. Урок, по которому пять. Я не знаю, что ты несешь. А что бы ты сделал, если бы ты внезапно получил предзаказ золотого издания твоей любимой серии игр из рук твоего любимого перца из этой игры на дом? Я не понял вопроса. Ничего бы не сделал, сказал бы. Ух, то есть что за фигня? Откуда они знали вообще о моем существовании? Айтипедия, как мне, да задолбали спрашивать про него. Я вот не понимаю его популярность, опять же. Ну, то есть понимаю, но не понимаю, потому что реально люди его любят. Я понимаю, почему его много смотрят, но я не понимаю, почему люди его любят, реально. Он же скучный. Я просто был у него на стриме однажды, сидел там почти час, но это было так уныло. Ну, просто невозможно. Он буквально ничего не говорил. Он такой, мы здесь сидим, смотри, я бегу в игре, я говорю, давайте я буду рассказывать вам, как я говорю. Это же так скучно. Ну, не знаю. Как относится к перезапуску утиных историй, Бен Тен? На Бен Тен мне плевать, утиные истории жду. Как бы Дисней сейчас годноту пилят. Но тут, понимаешь, два варианта есть. Либо Дисней сделают чушню для детской аудитории, как они сделали с Королем Львом. Либо они сделают какую-то годноту, которую они сейчас, ну, тоже делают. Вроде всяких Вондеров Овер Йондеров и Гравити Фолзов. Как бы можно. Но что-то закрадывается у меня сомнение, что они будут для детей это делать. И вы такая же параша, как Лайон Гард, и тут вообще невозможно смотреть. Могу я тебе посвятить оду тебе? Я девушка, ответь плыз. Ну, давай, ну, типа, я не знаю, что ты от меня ждешь. Я же тебе не запрещаю. Но я не знаю, что ты от меня ждешь. У Коня со Стивеном Фьюз был, тут даже секс не нужен. Чувак, секс всегда нужен. Начнем с этого. Фьюз это душевное, понимаешь? Это душ. Интересно, а у Стивена есть его маленький пинус? Я вот... Ну, то есть... Ладно, он человек. Наверное, есть. Девочка, покорившая время. Да, смотрел. Прикольно, но как бы опять аниме-штампы бесят. Да где, типа, один не знает, кто такие вообще с Круч Макдак. Вот для них и сделают. Подумают, типа, не, ну, когда там 30 лет назад же взлетело, давайте сделаем опять. Это будет логично. Я понимаю, что та аудитория, которая любит мультфильм, выросла уже, но, типа, вряд ли та аудитория, которая любила мультфильм тогда, будет смотреть его опять. Ну, то есть, ну, то есть, я буду, но большая часть людей же, они же все такие взрослые и клёвые, они же не будут смотреть мультфильмы. Ну, не знаю. Стивен может удлинять его за то. Вот, вот ты, чувак, прав. Ты вообще рубишь фишку. Вообще понимаешь. То есть, то есть... Где моя порно-пародия по Стивен Юниверс? Давайте так. Головоломка сосала у Зверополиса, согласен. Не, ну, это разные совсем мультфильмы. Я скажу, головоломка сосала у маленького принца. Это звучит еще более глупо, но, тем не менее. Перезапуск Дума очень жду, очень хочу. Трейлер выглядит фантастически. Я прям... Дайте мне это прямо сейчас. В Вену, пожалуйста. Что планируешь снимать, помимо обзоров на мульты и кино? Ответь. Ну, на кино я не снимаю. Я не знаю, Алина. Я не знаю. В основном про мультфильмы сейчас буду делать. То, что я делал про игры, как-то плохо смотрится. Я вот думаю, может, куда-нибудь мне пойти на какой-нибудь левый канал с этими игровыми видосами. Фиг знает. Сделаешь мультреволюцию по Вондерту-то там. Ну, когда-нибудь, когда я его посмотрю. А еще Стивен может возвращать его во времени. Ах. Окей. Вот это уже сложный прикол, Дамблдор. Дамблдор со своими какими-то приколами мне могло не понять, в общем-то, да? Какая часть из модерн... Ну, я уже отвечал тебе, Алекс, Элита. Прекрати память. Первый модерн варфер норм. Остальные не очень. Город, в котором меня нет, смотрел. Если нет, то бегом. Тырил из Тамбова? Да. Как? Будешь его стримить? Кого? Когда мультреволюция? Постараюсь как можно скорее. Общался лично с индуком? Ну, так. Ну, ну... Типа, да. Но я бы не сказал, типа, что мы друзья. Или хотя бы близко к этому. Ну, просто да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Панда 3 говно. Иди маленького принца, смотри. Новый мем про кому и опси. Ну, да. Ну, да. Я не знаю. Как-то относится теперь к звездным воинам-повстанцам. Ну, я не смотрел. Я серии 5 уже пропустил. Потом посмотрю. Может, какой-нибудь ролик запилю по этому поводу. Ну, пока все еще хорошо отношусь. Мне, в принципе, все нравится. Но, типа... Ну, типа, не знаю, даже не знаю. Не, мне все нравится. Да. Джейкоб Скалетто мне пишет в личку. И такой, типа, извини, что со стримами наговнял. Окей, ничего, ничего, Джейкоб. Ты, чувак-то, классный! У всех бывают черные полоса. Как ты относишься к Зверополису? Я не понял, где шутки про гомункулов. Новый отп. Яка твоя улюблена игра! Чего? Зверополис, а правда, в мультфильме есть спойлеры? Да. Ну, типа, это определенный видос для тех, кто смотрел уже мультфильм. Так что... Да. Ну, то есть, там не то, чтобы спойлеры. Но просто ты, скорее всего, не поймешь вообще, в чем суть. О чем я вообще говорю. И почему я уделяю этому столько внимания. Унесенные призраками. Че как? А че тебе Тарантино лучше? Кинцо какое? Че ты несешь? Унесенные призраками. Отличный мультфильм. Да. Тарантино лучшее кинцо. Блин, чувак, трудно сказать. Дай я гляну. Но я могу сразу сказать, что, к примеру, Омерзительная восьмерка божественна. Мне очень понравилась Омерзительная восьмерка. Я прям реально заторчал. А у Тарантино лучшее кинцо. Да фиг его знает. Они все классные по-своему. Ну, криминальное чтиво. Как бы бешеные псы. Как против этого можно пойти, да? Бешеные псы божественные. Криминальное чтиво божественное. Это как бы классика, против которой ты уже никак не пойдешь. Твоя Ава на Ютубе мне напоминает соленый огурец. Окей. Унесенные призраками. Че как, че тебе? А, да, это я уже ответил. Джангу. Джангу тоже отличный фильм. Криминальное чтиво. Ты съел пирожки? Ходил ли ты в шапке? Что? Что ты несешь? Да, я съел пирожки. В шапке тоже иногда хожу, да. Знаешь о правиле 34? Конечно, я знаю о правиле 34. Ну, как бы, ну, то есть, ну, вы знаете. Как Иисус мог существовать, если с ним нет порно? Хотя с ним есть порно, так что Иисус был, христианская религия, самая правая религия вообще. Третий сезон Gravity Falls. У меня есть ролик про это отдельный, глянь его лучше. Делать мультреволюцию на Леди Баг и Суперкот. Может быть. Может быть. Обязательно. Я этот мультфильм обязательно посмотрю. Потому что, во-первых, у меня фаб-контента мало. А во-вторых, ну, он выглядит прикольно. В нем, по крайней мере, анимация достаточно классная и, ну, зрелищная выглядит. Ты пытаешься рисовать? Ну, так. Я пытался, но... Ну, не знаю, не мое это, знаете. Не мое, когда ты просто задрачиваешь какую-то вещь и пытаешься делать ее раз за разом, раз за разом, раз за разом. Пока рано или поздно не выйдет у тебя что-нибудь получше, чем уже есть. Но это не мое. Что надо, мне надо как-то, как-то все время оригинальничать, что-то выдумывать, продумывать. Как-то вот так вот. Человек-паук 90-х мне не очень, на самом деле. Я не понимаю, почему его так любят. Может, потому что люди, типа, в детстве смотрели, а теперь у них вкуса нет. Но он действительно так себе. То есть там сюжеты, ну, ну, в плане комиксности, ну, типа, ок. Так вот. Но он и нарисован так себе и... Я не знаю. Я не понимаю, почему его так любят. Как относится к Симпсонам? Отлично. О, кстати, мне очень понравилась последняя серия Симпсонов. Там, где Лиза хотела стать ветеринаром. Ну, может, уже не последняя. Но это последнее, что я смотрел. Прямо, знаете... Для сериала, который все признали уже, что скатился. Это была очень здоровская серия. Я первый раз зашел на твой канал. Какой контент у тебя на Ютубе? Ну, типа, обзоры мультфильмов, всякая аналитика и вот такое вот. А, ну да. Джеки Браун сосет. Окей. Тут я не буду спорить. Но это исключение. Хочешь, сниму для тебя порно-пародию Стивен Юниверс? А ты чё, порно-режиссёра, что ли? А где актрис возьмёшь? Где ты возьмёшь фиолетовую пухляшу на роль аметист? Чё, на бумажке написано сзади? Идея для видосов. И чувак под ником School of Hoop, которым я должен... Эту... Сигну. Он мне пятихат задонатил на стриме. И я пообещал ему сигну. Попробую Kingdom Hearts 2. Он куда играбельнее первой части? Может быть. Мне вот сейчас должна дойти... У меня уже есть карта захвата. И мне должна дойти штука... Ну, короче, чтобы стримить старых консолей. Я, может быть, на PlayStation 2 тогда поиграю в Kingdom Hearts 2. Попробуем. Но первая часть, конечно, вообще... Я не знаю, как это кто-то любит. За что? Опять... Ну, как бы, опять же, люди, которые играли в это, когда это только вышло. Когда выпускать такую халтурную игру, было, как бы, приемлемо. Но там, типа, графон неплохой и диснеевские персонажи, как бы, ок. Но игра халтурная. И... Ну, а у них было детство, им было плевать. И они не знали лучшего. И вот так вот. Привет, Кома. Важен ли сюжет в аркадных гонках? Ники Никас, опять ты! Нет, не важен! Джеймс Браун. Нравится песня его? Нет, я не знаю, кто это. 18 сантиметров писюнов, 13 лет норм. Нет, чувак. Ты какой-то опухший вообще. Готоп игр на PlayStation 2. Может, сделаю когда-нибудь. Темнокожий из новых охотников за привидениями будет гранатом. О, господи. Нет. Ну, кстати, многие бодхертят по поводу новых охотников. Но, типа, они же не так плохие. Ну, реально. Может выйти нормальный фильм же. Ну, правда же, может. Бэтмен против Супермена, чувак, обязательно. Точнее, там, девочка. Девочка, обязательно пойду. Я прям вообще очень жду. Я очень хочу. Очень хочу. Прям больше всего я жду этот фильм. Чё-то мне стрим говорит, что лагает. Но вроде бы не лагает. Второй сезон Дардевила. Блин, вообще жду, чувак. Тем более, они же сольют его целым сезоном. Не придётся ждать. Вот как Готэм сидёшь, сидишь, ждёшь. Ну, дайте мне новую серию. Ну, дайте мне новую серию. Уже не могу ждать. Здесь они сольют целый сезон. Это такой, фух, еее. И посмотришь его за ночь. И будешь ненавидеть себя. С кем из блогеров хотел бы снять совместку? Не знаю, с Зулиным. Сотню? Нет, не смотрел. Зовет свой топ сериал пятнадцатого. Звоните Солу, наверное. Клэш-рояль угарный. Я играю. У меня даже есть клан. Можете, кто играет в Клэш-рояль, гуглить клан Мастера Рамена. Если там места ещё остались, вступайте. Готэм же дерьмишки. Вот не надо! Готэм сейчас топовый комиксный сериал. Вот топовый комиксный сериал. Вот не надо мне этого тут вообще. Он круче, чем Сорви голова. И круче, чем Джессика Джонс. И круче всего остального. Не говоря уже о совсем посредственных тех типов флэша. Наркус, да. Наркус божественный сериал тоже. Ты помнишь Зулина? Ком это вообще? Да Зулин топчик же. Ну как бы, понимаете? Очень многие скатываются и уходят в стримы вроде меня. А у Зулина даже стримы классные. Поэтому он топчик. Портал и Портал 2. Второй Портал обожаю, да. Первый, ну типа, сойдёт на уровне идеи. Сколько я ещё буду болтать? А сколько ты хочешь, дорогая? Вопрос один на миллион. Блинчики или сырники? Оладья, Мария Фёдорова. Оладья, только оладья. Хотя сырники тоже норм. Да и блинчики тоже норм. Да, в принципе, всё норм. Что скажешь касательно нового направления майков, касательно Xbox One? Ох, тяжело, чувак, тяжело. Я не знаю. Но... Время только покажет. С одной стороны, такая идея, знаешь, как у айфонов. Она нормальная. Типа, каждый год у них выходит обновлённая версия Хуана. Да? Ну, я примерно привожу, как это может работать. И типа, например, выходит там новый Gears of War. И он работает на... Ну, естественно, он топовый показывает графон на новейшей версии Хуана. Но на предыдущих двух версиях Хуана он всё ещё работает. Но там графон может быть похуже. И там 30 FPS вместо 60. И вот это вот всё. Например. И... Как бы при этом самая старая версия Хуана там стоит вообще баксов 200. Когда как новейшая, скажем, баксов 700. И при этом современные игры для тебя будут доступнее. Будет больше возможностей. То есть, естественно, можно будет... Если у тебя топовое железо, можно будет игры графонистее делать. Как бы сплошные плюсы. Плюс не будет такой фигни, как... Ещё одна консоль. Ещё опять какие-то эксклюзивы. Ещё вот эта вот... Сегментация рынка. Это всё фигня. Бесят. Но я же знаю, что это Microsoft. А они опять всё запорят, как с Games Windows Live. Как со всем вообще остальным. Они же... Ну, блин. А у них очень плохое какое-то чутьё вот этот вот бизнес. Они придумали идею хорошую, но они не смогут её реализовать нормально. Я вот ставлю. Сто процентов. Как сообщает Blending Cool, DC Entertainment зарегистрировал торговую майку под названием Pennyworth. Скорее всего, зритель ждёт спин-офф сериала Gotham, который будет рассказывать о жизни Альфреда. Ну, это... Ну, то есть, они могут. Но, типа, это уже слишком, мне кажется. Давайте ещё расскажите мне жизнь Буллока. Давайте. Как Буллок стал таким продажным копом злобным? Ну, это уже слишком вообще. Плевок лицо потребителю? Да. Разрабам неудобно? Да нет, на самом деле. Они и так зачастую под несколько консолей делают. Потом ещё на пику портируют. Я не думаю, что им сильно сложнее будет. Куда елду убрали? Да тут она. Вот она. Тархун или ананасовый сок? Я пью только минералочку. Что ты имеешь против меня, сука? Я просто сказал привет. Ответь нормально. За что ты меня ненавидишь? Да потому что ты лезешь везде, Ник и Никас. Команда, приезжай в ЕКБ. Пожалуйста, пожалуйста. Вероника, у тебя хотя бы есть 16, чтобы такие вещи к мне не говорить? А ты мне... Не, погоди. А кто там мне хотел... Блинчиков или оладий? Вероника, вот наберу подписчиков. Позови всех своих друзей, всех своих знакомых во всех пабликах, чтобы у меня было побольше подписчиков. И на следующий фестиваль меня обязательно пригласят, и я приеду. Нет, я не слышал, что про Венома снимут сольный фильм с рейтинга 18+. Но, типа, на самом деле, почему бы и нет? Это вот такое я бы посмотрел. Сейчас вот благодаря Дэдпулу очень поднимется тема с 18 плюс фильмами, и их будет больше. И это очень круто. И вот знаете, меня задолбали фильмы по вселенным Марвел. Даже Дэдпулу, в принципе, не Марвел снимали. Но все эти фильмы, они поднимают индустрию и дают нам возможность иметь другие фильмы похожего типа. Больше дорогих графонистых фильмов, больше фильмов 18+, больше фильмов про супергероев, хоть может быть и не по комиксам. Это же здорово! Разве это плохо? Все эти комиксы, ну, Марвеловские фильмы, дали возможность таким клевым сериалам, как Готэм, опять же, как, не знаю, Сорвиголова существовать. Я вот жду, когда они экранизируют что-нибудь, знаете, такое крутое, но второплановое, типа, хранителей. Хранители были экспериментом. Насколько я помню, они, кажется, провалились. И это был крутой комикс-фильм 18+, божественный просто фильм. И выйдя он сегодня, он бы не провалился вообще. И я вот жду, когда они что-нибудь вот подобное еще реализируют. Я просто в комиксах не шарю, но уверен, еще есть крутые темы. Где мой новый фильм про спауна? 18+, гримдарк, расчлененка, убийство. Клоун этот мерзкий опять. Сейчас бы вот зашло просто вообще божественно, я думаю. Чем меньше аудитория, тем лучше контент согласен. Да нет, нет, чувак. Варкрафт? Да, очень жду. Я надеюсь, Близзард сделают годноту. Хоть, конечно, трейлер выглядит сомнительно, но я все еще верю в Близзард. Убийственные... А, 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 Пакирин Джоук же делают сейчас мультфильм офигенный DC. Блин, так жду вообще. Спауна вроде как мультфильм делают новый, я не знаю насчет фильма. Сэндмен, да. Сериал без тыжа я не смотрел. Как чай, очень вкусный. Апельсин с шоколадом, Брук Бонд, очень рекомендую, да. Гай Ричи снимет продолжение Анкл, как думаешь? Ну, я не знаю, сколько он там собрал. Я бы хотел. Мне вот из всех безумных шпионских фильмов прошлого года агенты Анкл больше всего понравились. Транс-метрополитен, я не знаю, что такое. Про лунного рыцаря сериал снимут. Я не знаю, кто такой лунный рыцарь. Какой российский мультфильм лучший предсветит? Что думаешь про кукольную анимацию? Например, мульты Бертона или Каролина в стране кошмара. Ты крутой чувак. Я уже как обычно забыл о чем говорится. А, лучший русский мультфильм? А, ну слушай, я буду... Не буду копать далеко, я скажу смешарики. Если мы говорим про ТВ, мультфильмы, смешарики вообще без вопросов топчик. Что думаешь про кукольную анимацию? Офигенная. Я вот сейчас очень жду новый мультфильм от создателей Каролины. Куда что ли? Короче, ну там про самураев в общем. Я не помню как он называется. Про Японию, самураев и вот это вот все. Блин, как я его жду в августе выйдет вообще. Мульты Бертона тоже отличные. Каролина в стране кошмаров вообще божественная. Ты крутой чувак. Ой, большое спасибо, Мистик Кэт. И за полтишок очень большое спасибо. Жди от меня посылку с бомбой. Ну, надеюсь, бомба это метафора. Типа там что-то такое, что это просто бомба. Да, когда... Ведь это так? Куба и две струны. Да, да, вообще, вообще прям жду не могу. Прям вообще. У меня аж стул горит, как я жду. Jetix, да. Вот. Блин, я наверное с него так и подсел по хардкору на мультфильмы. Наверное, да. Там был Наруто. Там был галактический футбол. Там был Инь-Яньё. Там был Атом, что-то какие-то Альфа Тин, он Машинс, что ли. Там было очень много крутых мультфильмов. Книгу Перси Джексон не читал. Я смотрел один фильм Перси Джексон. Какое же это убожество. Просто невозможно. Господи, какой ужас. Я их тогда еще смотрел, и Перси Джексон меня выбесил даже больше, чем мультфильм по Аватару. Они примерно в одно время вышли. Господи, отвратительно. Просто невозможно. Там были Уитч. Но Уитч я не смотрел. Галактический футбол. Блин, галактический футбол вообще топчик. Меня бесило, что они, знаете, вот эти вот трехмерные зарендеренные сцены повторяли все время. Это было не очень. Даже они иногда футболистов меняли, типа, но анимацию оставляли старую. Это меня бесило. Но в целом мультфильм прикольный был. Алиса в Зазеркалье? Нет, не жду. Предыдущий фильм просто капец какое убожество. И о чем вы вообще? Кома, какой бы из сестер Вачовски ты бы вдул. Какой бы из сестер Вачовски ты бы вдул? Дэд Рэббет, спасибо за полтишок той, которая с дредами. Она меньше на мужика похожа. Как бы это ни звучало странно. Мультфильм по аватару тебя выбесил? Нет, не мультфильм. Фильм я имею в виду. Трейлер сосисочной вечеринки отлично. Я просто... Так давно я ждал полнометражный реальный мультфильм по этой теме. Потому что тема как бы избитая, известная, да? Что типа еда может быть живой, и вдруг она понимает, что ее жрут. Вот. И прикол-то старый. Но именно суть в том, чтобы сделать из этого большой полнометражный мультфильм с шуточками-прибауточками, с сюжетом. И тем более 18+, но это божественно. Очень жду. Что с Энди, да, прикольный мультфильм. Total Spice, не, не мое. Тер ли ты свою ибонитовую палочку на Total Spice? Не, они там как-то криво были нарисованы вообще. Там вообще. Вот знаешь, типа на Аким 5+, можно было бы еще палочку-то потереть. Но на Total Spice че-то не очень. Как тебе, Клэренс? Клэренс божественен, хлебауток не смотрел. Кем-то мечтал стать в детстве, когда вырастешь. Ну, типа, не знаю, может быть режиссером или актером. Но потом я понял, что я бесталантное чмо из маленького города. И у меня нет будущего. И поэтому решил стать блогером. Как тебе, Барат? Сойдет, чувак, сойдет. Саша Барон Коэн вообще прикольный чувак. Но, господи, с братьями из Гримсби он перегнул. Как же он перегнул. О, боже, Саша Барон Коэн. Он должен был мне приплачивать за то, что я смотрел этот фильм. Господи, Александр! Что с вами не так? Вы, извините, но вы совсем поехали. Но, с другой стороны, с другой стороны, таких фильмов не снимают сегодня, да. Черепашек ниндзя 2. Да, очень жду, очень хочу. Ну, типа, реально, по трейлерам выглядит намного лучше первой части. И, как бы, первая часть была, ну, не Фонтан, но в ней были крутые моменты. А здесь, вроде как, они многие минусы исправят. И там будет Бибоп и Рокстаде. Они вообще офигенные. Но, куда больше я жду, на самом деле, игру от Платинум. Блин, как хочу эту игру. Дарью, да, смотрел, но... Реально, для людей старше 16, это же невозможно. Писать книги пробовал Вероника Гринова. Это, типа... Я не скажу. Это. Я всем даю. Кота покажешь? А, блин, мне бы мыльные пузыри найти, и кот бы прибежал. Но я не знаю, где они. На него, ну, пали. Щас, сек, щас приведу кота. Волшебная призывалка кота. О, вот он, вот он. Прискакал. Кот. Вы его, возможно, услышите сейчас. Мне кажется, он понимает, что я хочу его схватить. Кстати, да. Даша, Даша. В поисках приключений. Или что она там делает? Он прибежал, но, мне кажется, он что-то подозревает. И не хочет подходить. Он осторожен. Прямой эфир. Играю с киской. Без смс. Смотреть. Ладно, я не буду трогать камеру. Я просто хотел на кота повернуть. Как он там сидит и пялиться на меня осторожно. Смотрел ли ты новые превью Steven Universe? И если да, как они тебя? Я не смотрел. Нет, не смотрю превью и трейлеры. Да это же не Даша, а Дора. Да ладно. Ха-ха-ха. Кот умнее тебя. И ленивее. Привет, чукамалякам. Здоровый чел. У тебя нет кота, лол. Элемент раскусил. Господи. Кс-кс-кс-кс. Ну, кот. Ну, будь ты человеком. Не подводи меня перед людьми, понимаешь? Я же здесь... Люди... Ай, ладно. Блин, не получится. Я просто камеру закрепил адово вообще. И не могу вам теперь показать киску свою. Ком, сделаешь видео по вселенной Гориллос? Да нет. Тебе нужно в сериалах сниматься? Мне? Ой, да ладно. Трейлер Охотников за привидениями? Да в принципе сойдет, знаешь? Не так все плохо, как люди говорят. Спасибо за то, что ответил 8 раз. Жду новых видео и лови 50 рублей на чай с оладушками. А вот и вопросец. Будешь делать такие же обзоры, как топ-5 самых сука упоротых игр. Алина. Спасибо за то, что ответил 8 раз. Я не знаю про что, но ладно. Жду новых видео и лови 50 рублей на чай с оладушками. Спасибо. А вот и вопросец. Будешь делать такие же обзоры, как топ-5 самых сука упоротых игр? Ну типа их придумать надо, знаешь? Я бы и сделал. Но типа, а какую еще мне выбрать тему? Такую же интересную, такую же... Можно было бы сделать... Топ-5 самых наркоманских сука игр. Вот, знаете, там было бы всякие ЛСД-симуляторы и так далее. Ну, не знаю. Подумаю. Понимаете, здесь вопрос в теме. Мне бы только придумать что-нибудь. А то я же сумасшедший без фантазии. Будешь еще проводить прямые трансляции на Ютюбе? Ну, думаю, да. Думаю, конечно, не каждую неделю, но раз в месяц можно. Но если вам... Алена, Алена, только ради Алены сейчас я должен ухватить кота. Кому интересны все эти стримы, я вас буду ждать на хитбоксе. Внизу почему-то нет ссылочки. Но вообще в описании любого видоса всегда есть ссылка на мой хитбокс. Идите туда, подписывайтесь. Я стримлю там, ну, пару раз в неделю точно. Так что, вот. Яндера симулятор, да, играл. Его, к сожалению, стримить нельзя. Запись стрима будет на лайв-канале, Алена. Кот что-то упоролся, устал и лег. Дуся. Ладно, кот, ты с тобой. Знаешь, Скалета, шоу, каково мнение? Ну, мы уже сегодня о нем говорили. Он даже мне написал в личку и вообще. Почему тебе нравится Клэренс? По мне какая-то упоротая херня. Упоротая, но не херня. Клэренс же очаровательный персонаж. Он же такой ламповый. Ну, разве нет? По-моему, он очень клевый. А вот и киска. Любит вискос. Почему ты так хейтишь Стивен Бомбы? Так удобнее же. Да ну нафиг, чувак. Вот вышел Стивен Бомб, мы сидим уже два месяца без новых серий и как-то вообще не очень. Кот, почему ты так ненавидишь меня? За что, кот? Господи, куда? Его не видно за микрофоном. Я вижу, я его тут поднял. Я не знаю. Сиди. Не уходи, кот. Не уходи. Он ненавидит меня. Когда кальяна стрим? А нужен обязательно кальяна стрим? Откуда была отборна с плойкой и взял у друга поиграть? Мне Джефф нравится, похож на Стива. Джефф? Ну, блин, там такие классные персонажи вообще. Теория лжи или обмани меня? Я не смотрел Теорию лжи, но обмани меня так себе, на самом деле. Смотрел Клэренса серии 5. Он же сумасшедший на всю голову. И в этом его... Да, но он при этом милый и добрый. Он же классный. Полоскай киску. Она ненавидит меня. Вообще, коты не очень. Не любят меня. Кальяна стрим. Блин, да я бы и прямо сейчас забил. Но, типа, стрим идет уже 2 часа. Мне надо бы уже видос оформлять и выкладывать. Вы же помните, что у меня еще видос там готов. Его надо сейчас выложить. Вот. Так что, короче, еще 15 минут, чуваки. Чтобы я стримил ровно 2,5 часа. И я пойду. Так что давайте последние донаты. У вас есть ссылочка внизу. Последние вопросы. Давайте, соберитесь. Соберитесь. И... На каком табаке кальян больше любишь? Алена. Мы же с тобой говорили об этом, нет? В личке. В личке говорили. Ну как, мне Авзал нравится табак. Но, типа, он дорогой. Ну, как дорогой. Дороже, чем Альфахер, скажем так. Вот. Кот не мой, еще раз. Моего соседа. Где твои песели? Альфа. Альфа. Да блин. Была бы у меня своя квартира. Я бы завел песли вот только так. В Undertale, да, играл. Классный. Когда... Кома стрим. Как ты выложуешь видос? Да нет. Там просто надо оформление запилить. Мне надо минут 15 посидеть в фотошопе. Вот совершенно молча. И как бы... Зачем я буду напрягаться сейчас перед вами, полиция? Алену и Жюля не говорили еще. Мы с тобой говорили о кальянах, я точно помню. Хотя не знаю. Ну ладно. Значит, еще поговорим. Покажи своего соседа. Его дома нет, он работает все время. Что очень удобно для меня, кстати говоря. Почему ты не заливаешь стримы с твича на YouTube? Есть отдельный канал со стримами. Смотри стримы командора, гугли, найдешь. В 90-е по СТС показывали зачетный мультотряд лейтенанта Марша, что о нем думаешь. А еще были мульты про солдат на динозаврах и отряд охотников на монстров с оборотнем в составе. Они были похожей мультипликацией, не мог бы подсказать название. Спасибо. Чувак. 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 Ты поднял очень интересную тему. Потому что я делал обзор на отряд лейтенанта Марша, а также называемый... Фак, не помню, как он назывался. На самом деле, что-то там про мехов было. Не суть. Гугли. Брейнант. Я сейчас даже сам найду. Брейнант. Солдаты лейтенанта Марша. Как же он назывался-то? А, во-во-во, эхо-взвод. Гугли. Мультреволюция экстрим, эхо-взвод. Мой обзор. Отлично. Ну ладно, может быть не... Но, короче, вы должны понимать, что прошло полтора года, и я изменился. Но я тогда старался. Также есть обзор на тот мультфильм про динозавров, который ты говорил. Я не помню, как он называется. Если название найдешь, можешь нагуглить или там посмотреть в плейлистах. Он там тоже должен быть. Вот про третий мультфильм, который ты написал, я не знаю. Что-то там Охотник на монстров. Вот этого я не знаю. Но смотри, на Брайнанте, по-моему, есть 18 мультреволюций экстрим на разные подобные мультфильмы, экшновые. Всякие там уличные акулы, охотники за привидениями экстремальные и вот это вот все. Может тебе интересно будет. Кот понял, что он может играть с коробкой, а у меня под окном какая-то тёлка стоит. Я не знаю, что ей надо там. Стивен или Гравити? Стивен. Ты будешь развивать свой канатов? Что ты видишь? Смоук вы ит эври дэпи этом, чувак. С ником. Как думаешь, Уич с рейтингом 16 плюс реально крутой боёвкой, драмой и смертями взлетел бы? Я не смотрел Уич, я не знаю, что это. Но я думаю, всё взлетело бы с рейтингом 16 плюс крутой боёвкой, драмой и смертями. Даже бы смешарики. В особенности бы Соник. Командор, почему у тебя на разорванный геймпад, из кишок которого выложен твой псевтоним? Потому что я очень люблю игры, чувак. Скажи, что за музыка играет в интро твоей мультреволюции на Акиру? Анимешники засрали там, ну всё, комменты не могу найти. Гугли. Трек так и называется Акира. Я сейчас... А, не-не-не, по-моему... Вот этот вот, слышишь? Блин, мне нельзя включать, забанят сразу же. Блин, Ле Матос, короче, гугли. Ле пробел Матос по-английски. И трек называется Киок. Он написан там, куча букв, вообще очень криво. То есть я не могу его тебе продиктовать. Но Ле Матос гугли найдёшь. Стрит-шаркс божественно. Но уж точно лучше этих... Байкер Майз Фром Марс. Путешествия на Запад нет, не читал. Доктор Хаоса, конечно, смотрел. Классный был сериал. И закончился он нормально. Поздравляю. Ты ответишь не мой 10 вопрос. А вот и он, какое твоё самое любимое видео на твоём канале? Я тут просто трясу. Как у кота возбуждение начинается. Любимый видос на моём канале? Трудно сказать, знаешь. Трудно сказать. Ну, к примеру, мультреволюция на... Этот... Евангелион. Мне очень нравится. Я её круто сделал. Там и классные вставочки, и шуточки. Ну, то есть мне нравится, как я её сделал. Я постарался. Ну и как бы, знаешь... Пох, сколько там 30 тысяч просмотров у неё. Хоть я очень старался. Это длинный большой видос. Но я... А, уже 70 тысяч. Ну, как бы я старался. И когда он вышел, я был очень доволен тем, что я его выпустил. Даже пусть хейта там дофига. Но я сделал крутой реальный видос. И это мне очень поднимает настроение. А так... Фиг знает. Контра... Ну вот, бит-массакр каждый выпуск мне нравится. Как бы... Вот знаете? Я бы делал больше бит-массакра, если бы его смотрели. Но я не знаю. И как бы это риск. Потому что делать каждый выпуск очень тяжело. Но... И как бы нет гарантии, что оно взлетит. И будет интересно людям. Да. Мистер Твитти, Ле Матос, Киоко. Всё правильно. Теорию большого взрыва. Нет, не люблю. Первый сезон был ещё смешной. И потом просто невозможно. Что сзади за записки? Это... Мой дилдак. Это люди, которым я должен сигны, которые мне донатили. Можете задонатить. Мне тоже пятихат, и я вам сделаю сигну. Хоть прям на стриме, если хотите. Это не тоналка. Это будущие мишки под глазами. Мой кот передаёт мяу твоему коту. Окей. Когда Ларин в Версус выложит. Откуда я знаю, чувак? Прекрати спаймить эту чушь. Кого из блогеров смотришь? Да много кого смотрю. Я же не могу всех перечислить. У меня там две сотни подписок. Зверополис или Головоломка? Зверополис. Смотрел ли ты... Ну, вообще они разные. Вообще они разные. Их сравнивать не очень уместно. Как я встретил вашу маму? Да, действительно, конечно, смотрел. Классный был сериал. Рискую словить баню, но давай быстрее на кору революцию. Когда-нибудь, чувак. Когда-нибудь. Татора. А, да, кружка. Ты ведь смотришь аниме? Какие аниме вселенные заинтересовали и понравились? Наруто! Слушай! Наруто! В Наруто вот была вселенная. Знаете, я бы очень хотел... Игру по Наруто, но типа не файтинг, а типа РПГ. И типа... Ты такой студент-ниндзя, и ты прокачиваешься, и должен выбрать ниндзя-школу, в которой ты хочешь учиться. А сначала вообще должен выбрать ниндзя-деревню, в которой ты хочешь... И вообще! И там будут персонажи, РПГ, боевка. Четко было бы вообще. Но мы получаем файтинги. Они хорошие, но типа... Они очень примитивные. Ты устал? Да нет, я бы и дальше сидел. Но людей все меньше. Доната все меньше. А, и мне надо идти, на самом деле. Так что, пять минут, чуваки. Время пять минут. Опти или сокол? Конечно же, Опти. Он же... Бро. Лего Ниндзяга смотрел одну серию по телеку. Че-то чушь вообще какая-то. Ну типа, зачем этот мультфильм сделан из Лего, скажи мне? Я вот вообще не понял. Типа, ну это как бы обычный экшн-мультфильм с шуточками, но он почему-то сделан из Лего. И, понимаешь, вот Лего Муви вышел вообще гениальный. Он использовал то, что он сделал из Лего. Это была идея. И она работала не только как визуальная составляющая, но как и юмор. А здесь просто он сделан из Лего. Типа, зачем? Просто, чтобы графон сократить или как? Есть игропег, игра РПГ по Наруто. Ну давай. Да нету. Ты врешь. Я знаю, что нету. Я следил за этими играми. Они все экшоны. Ну, в смысле, там у них это файтинги. У них есть некоторые боевые, ну типа, сюжетные элементы. Ты будешь делать еще ютуб-трансляции? Через месяцок буду. Мне понравилось. Аниме Аватар поехал под откос после третьего сезона Легенда о Коре. А мне было нормально. Я вот вообще, мне очень понравилась Легенда о Коре. Жди гневных комментов от меня, как от Фури твоим видосом про Зверополис, когда пойду в кино на Невосемнадцатый, зацени их всех и тебе пипец. Чувак, если ты не устроишь оргию со своими братанами прямо на сеансе, ты даже не Фури вообще, потому что у нормальных Фури флажок поднимался прямо вообще на фильме, так что Джейд Эмпайр. Джейд Эмпайр, ну кстати, да. Тут можно было его поспорить, знаете, типа Байоэр делает свои крутые игры, но так вообще их ненавидят, так не уважает свои собственные игры. Сделали грёбаный Джейд Эмпайр, его невозможно запустить на современных системах, чтобы он не вылетал каждые пять минут. В поисках Дори конечно буду смотреть, но типа, ну потому что это моя работа. слава кувире, да. Что там надо сделать, чтобы сигну получить? Алена, для тебя всё что угодно, бесплатно, ты вообще не волнуйся. я посмотрю, ты вообще тащишься с лесбийской темы. Да не, ну то есть, мне просто она кажется смешной, чувак. В основном я просто, мне просто вещи нравятся как смешные. Я бы не сказал, что мне нравятся лесбийские темы, но мне кажется, это забавно. Ну и как бы игнорировать эти вещи нельзя. Ну они есть. Очевидно. И они есть во вселенной Стивена. Не гоните меня, а то люди до сих пор пишут, типа, ты что, это что, они, они, они же камни. Ну ты что? Ребеха Шугар сама сказала, что они всего лишь камни. Инопланетяне. Они не могут быть, у них нет пола. Что ты несёшь? Дебил. Даун. Мерзость. Вообще, гамонкул. Мразь. Ублюдок. Я маме пожалуюсь на тебя. Ну блин, ну они же тёлки. Ну как бы, ну это же очевидно. Это же, ну это как бы, это метафора. То есть, блин, ну, это всё равно, что, знаете, прочитать антиутопическую книгу типа 1984 и сказать, ага, это же, она обсуждает о нашем правительстве, обсуждает темы такие политические, а потом к тебе подойдёт чувак и скажет, ты что, идиот? Ты что, идиот? Реально? Ты что, идиот? Это же выдуманная книга. Там выдуманные страны. А создатель сам сказал, что это выдуманные страны. Ты что, идиот? Ну это полная чушь. Зена, Хролена, война, теперь лес бы, это штоп. Ну как бы, здесь нет проблемы, она всегда ей была, так что, это ни для кого не секрет. Бонг используешь? Да чувак, я нищеброд, откуда у меня трава? Однополые камни, это ничего не меняет. Ну, понимаете, вот эти вот вещи пишут люди, которые не понимают простейших вещей, типа, метафора, аллюзия, интерпретация, вот таких вот. Я бы не сказал, что это сложные вещи, то есть. Я, конечно, изучал их в университете, у меня был отдельный предмет стилистики, где вот про это все было, но как бы это банальные вещи-то, ну это еще это. Почему так стала популярна тема с гомункулом? Ну, во-первых, она смешная, до глупости, а это, это всегда мемы, чувак, мемы, точнее, это девочка. А во-вторых, ну, типа, это же, слушай, это же алхимия, биоинженерия, это же круто, это же реально круто, это на уровне вырастить клона себя в яйце и инкубаторе, это же угарно. Лиза ответит, ты смотрел криповые мульты обитателей холмов, где эти зайцы, они убивают друг друга? Нет, не смотрел такой мультфильм, извини. Что ты думаешь по поводу мультсериала We Bare Bears? Валя и Катя Губины. Вот через минуту я закончу стрим и у меня на канале появится обзор этого мультфильма, так что Эскендир Юмашев, я не девочка, ладно, извини, ошибся. Это же стальной алхимик, ну да, опять же это. Давайте еще какой-нибудь нормальный вопрос и я закончу. Камни одного пола это все равно, что девки, хотя так и есть, так что посол. Посмотришь мини-сериал Бионикл на Нетфликс? Нет. Сделаешь мультреволюцию про Человека-паука? Можно было бы, знаешь, пройтись по всем мультсериалам. Их много и они все разные и было бы прикольно. Начал смотреть Gravity Falls с того момента, как он появился или позже? Я, по-моему, начал смотреть, когда вышел, типа, половина первого сезона. Он поначалу был не таким хайповым. Знаете, я даже, может быть, очень много на себя беру, но мне кажется, я очень сильно поднял хайп этому мультфильму. То есть когда я делал мультреволюцию, это был, ну, типа, просто классный мультфильм. Disney наконец сделали достойное что-то и выпустили. А потом я сделал мультреволюцию со всеми этими секретами и внезапно Gravity Falls собрел третье, пятое дно и еще даже больше. И оно стало не просто классным мультфильмом, оно стало чем-то вот сложным, большим, глубоким, чем-то, чего у людей не было еще никогда. и... я не знаю, может быть, я преувеличиваю, может быть, я слишком хорошо о себе думаю, но мне кажется, это моя заслуга. Так что да. ЧСВ, ну, типа да. Ты будешь моей шлюшкой, только если ты будешь моей. О, Наруто Узумаки пришел! Красава! Вообще, Наруто уважаю, чувак! Вообще, лучший правитель. СВЧ. Давай поржом сделаем фильм по мотивам Стивена Юниверса, господин. Главную роль будет играть... Кто будет играть главную роль в фильме по Стивен Юниверс? Давайте, типа, этот. Тот парнишка, который сейчас... Нет, нам нужен толстый парнишка. Надо найти какого-нибудь толстого парнишку, короче, и заставить его... Джона Хилл! Джона Хилл будет играть Стивена, короче. Да. Эмма Стоун будет играть передот на всех остальных, короче, Эдди Мёрфи в костюме Жирухи. Чуваки, всё. Я безумно рад всем, кто приходил сегодня. Огромное вам всем спасибо. И особенно, естественно, спасибо тем, кто донатил. Вы мне, правда, очень настроение подняли и показали, что вы существуете. Я постараюсь не забыть и через месяцок устроить ещё такую трансляцию пообщаться чисто с вами, так что готовьтесь. Ну, а на сегодня всё, друзья. Вот. Я даже не знаю, что ещё добавить. Прям огромное, честно, спасибо. Мне очень было приятно с вами пообщаться. Очень было приятно узнать, что Алена Жуля. Всё ещё меня смотрит. Всё ещё меня любит. Вот. А я, пожалуй, пойду. Пойду поужинаю. Так что всем пока, чуваки. Смотрите мой канал. Кому интересны стримы, кто захочет пообщаться вот до следующего месяца, заходите на мой хитбокс. Ссылка есть в описании. Пишите мне обязательно письма на мою почту. Ссылка, опять же, в описании. Если вам кто скажет, что это дорого, отправить просто письмо вообще нифига не дорого, копейки. Вам на обед каждый день даёт больше. Вот. Так что спасибо, чуваки. Понимаете, вы мне нужны. Мне очень важно реальное общение с вами, чтобы держать настроение. А то у меня постоянно желание делать ролики пропадает, а я вот с вами пообщаюсь на конвентах или вот так вот, сразу настроение возвращается и желание возвращается. Так что спасибо вам. Всё. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok